Лорд Авернуса, Абадон После всего этого появляется на свет искаженный Абадон. Абадон командует армией нежити. Он навечно обречен на битве с силами добра и с теми врагами, которые когда-то были его лучшими товарищами. Могу отлететь, кстати, тут. Хорош. Ну, умру тут. Или нет? Ууу, на вставочку что ли? Надеюсь, хаоса тут не будет. Где пульш? Вот он. Верни, иди сюда. Скади есть, можно поесть. Хорошо. Эх, если бы рух там кнопочку нажал, да? Хорош. Прям почти на вставочку. Одна, две и убивай. О, Донейт пришел. Лол. Когда начинаешь стремить, начни за тинкером, пожалуйста. Лол. Ха-ха. Надеюсь, там не будет трека, иначе придется сворачиваться. И удраться, пацаны. Мишки нету там, если что. Хорошо. Опа, льончик, брат. Надерусь. Ооо. Душу вообще по-страшному. Да. То есть. Входим. Он меня видит. Он меня будет душить тупо тут до конца. Ну, Скади, дайте мне. О, понял. Буду драться. Угу. Хорошо. Скади тоже есть. Угу. Скади тоже есть. Давайте, братцы, помогайте. Уж. Больно, мораль. Опа. Нифига себе даю. Уж. 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 Жесть Ой Нифига, вы че тут делаете, пацаны Я хотел гуйдэ начинать писать, а вы тут сидите Опача С вами я, ваш прекрасный эльф Хназос И что ж, сегодня у нас, ребятки, на самом деле, сегодня у нас что? Что у нас сегодня? Сегодня уже праздничное настроение должно быть Всем дарова, дорогие друзья, с вами я, Хназос Конечно же, сегодня у нас новенький гайд Гайд на очень популярного и очень-очень тяжелого героя в плане истории Данный персонаж, конечно же, по истории очень потерялся Но это самый основной персонаж, который у нас есть в Варкрафте Поэтому он настолько знаменит, что он даже, даже знаменитее, чем Даже знаменитее, чем, ну, в тысячи раз, чем вот это вот тело Поэтому, ребятки, пожелаю всем приятного просмотра Но перед началом данного видоса, конечно же Посмотрите Вот эти ребята, вот эти Они молодцы, спасибо им большое за спонсорку Друзья, напоминаю, просто напоминаю Не байчу, не заставляю Спонсорка имеет место быть 100 рублей в месяц, небольшая сумма для того, чтобы видеть контент немного раньше Знать немного больше Сообщество Ютуба информируется у нас немножко по поводу какого-то контента Контент, который будет впереди, который был уже и который, конечно же, будет Ну, а для тех, кто не подписан по спонсорке Я, конечно же, оставляю пасхалочки в виде вот такой вот темы Конечно же, некоторые ребята будут знать, догадывать, так сказать Ну, и, в принципе, это все Друзья, в общем, сегодня, как вы поняли, гайд у нас на Абадона Вот на вот этого прекрасного героя на коне Который у нас также имеет место быть То есть он вот тут находится в данный момент Значит, на него и будем делать гайд Сегодня мы узнаем, как у нас работает Дескойл Как работает Шилд Как работает Фростморн Как работает, конечно же, Боровед Тайм Этот герой у нас относится к четверке Относится к двойке Ну и, не знаю, на единичку На первую, конечно же, позицию На вторую это спорный вопрос Но с руки Абадон тоже хорошо Хорошо наяривает На мид идти на Абадоне тоже такое Но если против милишника Вот так вот стоит, ребятки Но лучше, конечно же, юзать его в четверке Но это уже посмотрим Вы посмотрите, вы уже, конечно же, на практике Ну и, в принципе, все, ребятки Давайте переходить в теории Всех с наступающим А то я как-то даже и не это Не знаю, какого числа выйдет этот гайд Я думаю, 28-го Сегодня, наверное, уже 28-й Ребят, я просто не знаю Я, ну, планировал Блин, столько снега за окном идет Ну, если что, покажу Чуть позже Сколько там снега за окном идет Но это жестко, короче Так как у нас Когда как я живу на юге Для нас это немного, так сказать Снег Это прям Очень-очень такое жесткое, конечно же Снега у нас вообще, в принципе, не бывает Короче, ребятки Все, поехали Смотрим теорию Потом едем практику И, надеюсь, сегодня Сегодня вам понравится этот гайд И влепите лайк, пожалуйста Потому что я постарался Всем новогоднего настроения И, конечно же Хорошего-хорошего вечера Или дня Или когда вы там смотрите гайд Все, ребятки Поехали Итак, друзья Первая способность На нашем персонаже Это Дес Койл Прокачали данную способность В ходке у нас Д У этой способности Несколько применений Эта способность Дамажит оппонентов Эта способность Союзников хилит И эта способность Наносит урон по себе Для чего это сделано Я объясню Ну и также буду еще Объяснять В совокупности Со вторым и с ультимейтом Когда будем их обозревать Давайте Поехали По порядку Дальность применения 800 единиц Кастуем Вот так вот Мы продамажили оппонента И смотрите Нанесли урон себе Маленький калдаун У нас И можно даже спамить Очень-очень удобный спелл Ребятки И хорошая дальность применения И в принципе Я думаю Смысл у нас уже есть Разбирать По уровням прокачки Данную способность Выезжает табличечка Смотрите У нас тут есть Графа Урон по себе Урон Лечение И дальность применения Дальность применения Вы уже поняли 800 единиц Давайте разбирать Урон по себе 75 100 125 И 150 Урона Вы нанесете себе Если закастите Дескоил Зачем это сделано Это сделано для того Чтобы в ультимейте Вы могли себя Прохилить Это сделано для того Чтобы вы смогли Щит с себя сбить Конечно же Продамажив себя И эта тема так работает Очень-очень На самом деле Приятно сделано И вопрос следующий Я уже вижу Что вы все такие А можно ли засуицидиться С Дескоила Да Можно засуицидиться С Дескоила Если у вас Дескоил прокачан На ласт уровень Да или даже В принципе На лоу уровне Если вы Входите в этот лимит Дамага по себе То конечно же Вы Сахимселфитесь Да Это можно сделать Ребят Ну что ж Давайте еще подробнее По табличке На данной табличке У нас указан Также еще урон И лечение Урон по оппонентам Будет у нас Такой же Как и лечение Для союзников Оно тут у нас Пропорционально Но мы все равно Это будем разбирать Смотрите На первом уровне Дескоила Вы нанесете себе Урон 75 Потом на втором уровне 100 На третьем 125 И на четвертом 150 Это касаемо Урону по себе Далее Урон просто Оппоненту 100 150 200 250 Урона Вы можете Магического Нанести Оппоненту Следующая графа Лечение Лечение 100 150 200 И 250 Вы сможете Захилить Союзнику В случае Если это Необходимо Монокосты 50 60 70 И 80 Маны И калдаун 4,5 секунды Очень маленький Калдаун И очень маленький Монокост Мне очень нравится Реально в четверке Самая полезная тема Через Дескоил И конечно же Через щит Что же Теперь Следующие моменты Которые у нас тут есть Что будет Если я в линку Кастану Дескоил Уйдут ли у нас ХП И вообще Что у нас будет Происходить Смотрите Дескоил Кастуем в линку В линку Залетает спел Линка сбивается У нас улетели ХП И улетела мана То есть Соответственно Все работает Вот такая вот у нас Тема Ребятки Поэтому Если у оппонентов Линка Вы можете сбить ему Линку Но у вас улетят ХП Держите в курсе Что у нас будет Если юнит Нажмет БКБ Юнит нажимает БКБ И мы не можем Направить на него Дескоил К сожалению Есть такая тема Но Если мой союзник Нажмет БКБ То я смогу На него направить Для того чтобы Похилить его Давайте нажмем Нажимаю Смотрите Опа Вот так захилили А в БКБ Смогу ли я захилить его Да в БКБ Отлично направляется Все вы знаете Что в Доте Есть множество Множество Таких Способностей Которые нельзя Заюзать Во время того Когда вы находитесь В БКБ К сожалению В Доте Это не на всех Способностях Имеется Такая возможность Чтобы юзать В БКБ Но Вот тут у нас Эта тема Есть друзья В принципе По урону Вы и так Все поняли Не смягчается У нас Вот этот урон По себе Всякими клаками И худами И пайпами К сожалению Вы получаете Фиксированный урон Который тут написан То есть урон По себе 75, 100, 125 и 150 Столько урона Вы и получите Если закастите Дескойл Очень приятный На самом деле Спел Мне нравится В совокупности Со вторым И с ультимейтом Но об этом Чуть-чуть позже Еще поговорим Более раскрыто Так как я поверхностно Сейчас пробежал Чисто как мыша И все Вот в принципе Как-то так Ребятки Вот как-то так В принципе Надеюсь Ничего не упустил В линку не залетает В БКБ не работает Конечно же Союзников хилит Себя дамажит Оппонентов дамажит Можно захимселфиться В принципе все Погнали на следующую способность Итак друзья Следующая способность На нашем персонаже Это щит Хоткей у нас Т Прокачали данную способность И этот щит У нас имеет Множество специфик Которые я постараюсь Не упустить И донести Всю суть этого щита Этот щит Поглощает урон Физический И магический Но еще Поглощает у нас Ультимейт сикера Об этом чуть позже То есть у сикера Вообще Отнимание здоровья Ультимейт Поэтому как бы Очень непонятно Почему щит Поглощает этот урон Но не суть Сейчас будем это все Разбирать И потом Когда чуть будем Подтестивать Я вам покажу О чем речь Данная способность У нас поглощает урон В зависимости от уровня прокачки То есть по уровням прокачки Тут определенное количество урона Которое может поглотить этот щит При этом у нас улучшится Еще и колдаун И монокост С уровнями прокачки Очень прикольный щит Кидается на союзников Кидается у нас на себя И если никто не успевает Сбить этот щит То он естественно 15 секунд висит И пропадает И после этого Наносит урон Урон у нас И поглощение Оно у нас пропорционально То есть что тут написано По табличке 110, 140, 170, 200 Это будет у нас И поглощение И дамаг Также это разберем Что ж Прокачали Дальность применения У нас 500 единиц Подбегаем Накидываем Кристалл И вот так вот Кристалл У нас в щите Теперь такой красивый эффект И теперь Если кто-то Собьет этот щит Давайте проверим Кто-то Собьет этот щит То есть у нас Поглотил щит Этот дамаг То этот щит Взрывается Взрывается в радиусе 675 единиц Вопрос Если щит Никто не будет У нас взрывать Что у нас Произойдет Смотрите 15 секунд У нас висит щит И проверяем Что у нас будет Когда пройдут 15 секунд Вот ЦМка стоит На нее Не входит Никакой дамаг Соответственно Щит не должен Сработать Но не тут-то было Щит По его окончанию Взрывается И в радиусе 675 Наносит урон Равный уровню прокачки Который у нас Тут есть У Абадона Также этот щит У нас Перебафивается То есть Что это значит Этот щит Не стакается Вы не сможете Его настакать Так как на лоу-левелах У нас уже Очень-очень маленький Маленький Конечно же Калдаун на способность Вы не сможете Настакивать этот щит При перебафывании Данного щита Щит Срабатывает Вот этот взрыв Делается И конечно же Накладывается новый щит То есть Соответственно Если вы хотите Продамажить оппонента Если оппонент Конечно же Не бил кристалку Образно говоря Давайте разберем ситуацию Если оппонент Никакой не бил кристалку И на ней висит щит И вы еще раз Накидываете на нее щит То соответственно Прошлый щит Он просто взрывается И появляется новый Независимо от того Сколько вы там поглотили На первом щите Очень простенькая тема Также это будет работать И на абадоне Ну можно конечно же Вот так Два щита повесить То есть Этот взорвется Сейчас щит Конечно же Нанесет урон И сейчас этот тоже щит взорвется По окончании Этих 15 секунд Или по окончании Впитывания И конечно же Также нанесет урон В радиусе 675 Надеюсь эту тему вы поняли То есть вы можете Как подождать Чтобы он взорвался Как перебафать Можете Можете перебафать Чтобы он взорвался Ну и конечно же Можете просто впитать урон И он также взорвется Что ж Эти фишечки небольшие Мы разобрали Давайте посмотрим По уровням прокачки Потом еще несколько фишечек Я вам расскажу Выезжает табличечка И смотрим Дальность применения 500 единиц Радиус взрыва 675 Я уже сказал Поглощение урона 110 140 170 200 То есть на ласт уровне Вы сможете поглотить 200 урона Конечно же И при этом урон по области 110 140 170 И 200 И также сможете 200 урона нанести Когда поглотите этот урон Длительность щита Этого 15 секунд Требуется маны Для того чтобы создать этот щит 100 105 110 И 115 Маны Очень простенько И перезарядка у нас 12 10 8 6 То есть каждые 6 секунд Вы сможете накидывать этот щит Или перебафать на союзники На каком-то Или просто Или просто конечно же Ну накидывать на всех Чтобы всем была Какая-то небольшая защита При этом этот щит У нас еще и диспелит То есть если на оппоненте У нас Ой на оппоненте На союзники У нас имеются Какие-то неприятные кнопочки Образно говоря Какой-нибудь стан Давайте разберем Стан некролайта То есть некролайт Вот так вот кидает рипера То есть мы снимаем стан Но далее идет По механике Урон от рипера То есть тут накладывается На некролайте 2 дебафа Ну это То есть накладывается Не вот здесь вот Не в статусе А по механике Накладывается 2 дебафа Первый дебаф отвечает За стан Второй дебаф отвечает За считывание Потерянных хитпоинтов На данный момент Трибера То есть это На гайде Некролайта Вы можете посмотреть И соответственно Я снимаю С кристалки Стан Первый дебаф Но второй дебаф Намного сильнее Его конечно Не снять Его могут снять Только конечно же Всякие астралы Или неуязвимости Не позволив Продамажить Ну вот как-то так То есть второй Спал еще и диспеллит Если какие-то негативы Там есть Там яды И тому подобное Вы можете спокойно Это снять И станы Конечно же Так же у нас Прекрасно Эта тема Вся снимает Далее Что у нас тут есть На этом щите Прикольного Этот щит Работает Как и рефрекшн Ланай То есть Если вы Кидаете на себя Щит И вас кто-то Атакует Пока у вас Не собьют Этот щит У вас будет доступно Юзание Дагеров Юзание Хилочек Ботлов Кларити И всякой Прочей темы Эту тему Добавили в 85 Карте И это классно Мне это реально Нравится Тем что вы Можете кинуть На себя ману И не бояться Что во время Крипинга Вы накинув На себя щит Потеряете Эту ману То есть Это классно Или забежать Под тамвор Чуть-чуть Подтанчить 2-3 тычки С ласт уровнем Щита Конечно же Опять накинуть На себя щит И при этом Постоянно бегать Под хилом Это реально годно То есть Вот такую вот фишку Надо знать Ребятки Вот такая вот Приколюха у нас Смотрите В общем Что у нас имеется Так как у нас Этот спелл Магический урон наносит То соответственно БКБшных юнитов Эта тема Работать не будет То есть Когда щит у нас взорвется Соответственно БКБшный юнит У нас не получит Никакого урона Вот смотрите Сларк у нас За кассу Мадам нажимает И ему урон Конечно же Не наносится Потому что Он находится В БКБшке Ну и на союзников По идее Можно тоже Когда А нет Нельзя Вот видите На дескойле На дескойле можно А конечно же Союзника Под БКБшкой Нельзя То есть Дескойл у нас Имеет вот этот статус Накидывания в БКБ А щит не имеет То есть Соответственно Для того Чтобы внести Больше импакта Перед БКБшкой Пробафайте И тогда Будет у нас Вот такая вот Большая кристалка Хотя бы С какой-то защитой Поглощения урона Если честно Не помню Чтобы он не работал На БКБшных юнитах Но как видите Работает На союзников Нельзя к сожалению Накинуть Ну работает В смысле не работает Вы поняли А то я уже заговорился Так что Вот такая вот у нас тема Касаемо урона Который у нас Идет В щит Ребятки Как я уже сказал Данная способность У нас щит Поглощает Не щит Но в смысле Данная способность У нас щит То есть Но вы поняли Те кто знают Немного английский Вы поймете Вот Эта способность У нас поглощает Типы урона Магический И физический О чем это говорит То есть смотрите Если я накидываю На своего союзника Вот такую вот штучку Если сларк Допустим магии Попытается пробить У нас этот щит Естественно Ему ничего не нанесется Если он попытается У нас сикер Пробить с руки То он пробивает Потому что щит Уже заканчивается Давайте посмотрим Физикал урон Пошел Не пробивает Физикал урон Вот со второй Тычки Только пробил И смотрите В чем прикол К чему я это томлю Как видите Как видите У нас тут есть Некролайт У Некролайта Второй спел Это отнимание здоровья Щит Не блокирует Отнимание здоровья Смотрите Не блокирует То есть у нас Уходят хитпойнты На кристаллке И конечно же Этот щит Никак не собьется Отнимание здоровья Не учитывается здесь Но Есть приколюха Которая довольно таки Очень интересная У Бладсикера Также Ультимейт Является Отниманием здоровья Но Бладсикера Ультимейт Он блокируется Почему-то Этим щитом Я не понимаю Почему Как это работает Но это вам Так сказать На заметочку Что щит У нас Блокирует Ультимейт Сикера Но не блокирует Херстоппер Некролайта Потому что Потому Я не знаю Хотя это два Одинаковых урона То есть у сикера Это также Отнимание здоровья Это у нас Не магический урон И не физический Это отнимание здоровья В зависимости От пройденного Расстояния Но не суть Мы тут тестим вообще щит И тому подобное Щит у нас является Максимально сильным Приоритетом То есть если на вас Будет накинут Ливинг Армор От Руфа То соответственно Сначала у вас Будет идти Снятие своего щита Вот этого Афотник Шилда А потом Только начнется Отнимание Ливинг Армора То есть у нас Вот этот Спелл Абадона Он является Более приоритетным Да-да-да Я знаю Уже знаю Ребята Бладсикера Ультимейт Ничем не диспеллится Тем более И Афотик Шилдом Тоже он Не диспеллится Диспеллится Только такие Да вообще В принципе Ультимейт Сикера Ничем не диспеллится Диспеллится Тут у нас Всякие фишки Типа станы И тому подобное Но об этом я уже говорю В принципе Ребятки Все по данной способности Я надеюсь Я вам разжевал Максимально Данный щит Можно перебафать Он не складывается Висит 15 секунд Поглощает Магический физический урон Маленький колдаун И тому подобное В принципе Все Для того чтобы Сбить этот щит Надо либо Бить оппонента Конечно же Но если Абонон против вас Как сбивать этот щит Либо бить оппонента Либо смотрите Попробуем Див Минус Этем 242 Попробуем снять Этот щит Вот так вот Снимается Сразу Мгновенно Поглощение идет И идет 675 В радиус Сразу разнос То есть Вот так вот Можно еще Промутить Вот эту тему В принципе Все ребятки По этой способности Я думаю Вам более чем понятно Вот такая способность Как и Дискоил В совокупности Ах опять Я опять таки Вспоминаю про Дискоил Смотрите Допустим У нас тут такая Раз тычечку дает И конечно же Мы можем себе Сбить этот щит То есть Вот это поглощение урона У нас может войти Вот в этот щит То есть Видите Щит сразу сбили У меня Дискоил Третьего левела Соответственно 125 А смягчение У нас Не смягчение А поглощение 110 И получается В этот щит Я себе Дискоил Наношу То есть Я могу себя не продамаживать Под Дискоилом Когда на мне висит щит Но если мне нужно Сбить щит То я могу Так сказать Возбудить этот щит Сбить его С помощью Дискоила То есть Нажав Вот так вот И продамажив себя Если там хватает Конечно же Дамага Дискоила Для того чтобы сбить Это поглощение Все 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 Ребят Поехали на пассивочку На третий спел А то очень много Дал информации Аж сам запутался уже Ой забыл Все Поехали Итак ребята Следующая способность На нашем персонаже Это Фростморн Это пассивочка Данная пассивочка Очень интересна Для союзников Для Абадона Но неинтересна Для оппонентов Которых будет Фростморн замедлять Фрост Конечно же Замедление Соответственно Должно замедлять Оно будет замедлять Скорость передвижения Оппонентов Скорость атаки И давать союзникам Скорость передвижения И давать Скорость атаки Очень классная тема Итак друзья Давайте разбирать Пассивочка у нас С хоткей F прокачали данную способность и когда вы будете атаковать оппонента, оппонент будет подвержен вот такому дебафу. Будет на нем наложено замедление, которое будет после того, как Абадон перестанет его бить, идти 2,5 секунды. То есть если Абадон перестает бить цель, то через 2,5 секунды этот дебаф упадает и конечно же Сикер у нас начинает бегать быстрее и бить конечно же тоже начнет побыстрее. То есть смотрите, если он так в пассиве бьет так, то сейчас только дебаф упадет, чуть начнет бить побыстрее. Давайте проверим еще, да, как видите замедление работает, все отлично. При этом, как работает это на самого Абадона? Когда Абадон кого-то бьет, даже вот в принципе мы замахнулись, мы уже возбудили фростморн, да, получается так вот мы замахнулись и возбудили фростморн. Давайте посмотрим, смотрите, у нас баф висит, опа, замахнулись, уже возбудили фростморн. То есть можно немного обманывать эту пассивочку и опа, и баф падает. Как это работает и что дается у нас? Досконально будем разбирать чуть-чуть позже, а так в принципе, когда вы даже вот так вот замахнетесь, то есть даже отмените атаку, фростморн возбуждается, дает вам скорость передвижения в определенном проценте и дает вам скорость атаки. И длительность этого бафа на вас самих и на союзников будет 4,5 секунды. Фростморн не работает как аура, так как мы уже разобрали, как работает это на союзников, ой, на союзников, на самого абадона, давайте разберем, как это работает на союзников. Смотрите, вот есть у нас тут кристаллочка. Я бью вот этого сикера и кристалка якобы должна получить фростморн баф, но нет, она не получает его. Соответственно, фростморн у нас не работает как аура. Некоторые ребята, я помню, писали, это аура, аура. Нет, фростморн это не аура. Для того, чтобы союзники тоже возбудились от фростморна, нужно этому союзнику ударить также у нас вот этого оппонента, которого вы бьете. При этом вы получите вот этот вот баф на скорость передвижения и на скорость атаки. Тоже также фростморновский баф вы получите. Если вы вот так вот ударяете эту цель, то, соответственно, вы получаете баф. Видите, абадон сейчас не ударил, он возбудил для себя этот фростморн, но не ударил, не пробафал оппонента. То есть, если оппонент имеет вот этот дебаф, то вы можете после того, как ударите, конечно же, пробафать себя. То есть, если союзник хочет себя пробафать, то он должен ударить того же оппонента, которого бил вот этот абадон. То есть, если там есть дебаф фростморн, то, соответственно, вы получите баф союзником. Будучи являясь союзником Понимаете, надеюсь, да? Простмор у нас является пассивкой Соответственно, у нас пассивка будет не работать Если у нас ударят сильверейдж Соответственно, она выключится Ну и, конечно же, так как у нас это не орб эффект То можно собирать еще и скади до кучи Посмотрите, какое замедление будет у нас тут И замедление, и скорости атаки, и скорости передвижения У нас также будет очень жестко Так, вроде в целом разобрали действия на себя На оппонента и на союзника мы действия разобрали Оппонент замедляет скорости передвижения, скорости атаки Союзникам у нас дает бонус такой же, как и Абадону Только мы не можем союзниками замедлять с помощью фростморна Если Абадон может, то есть он ударил и замедляет на 2,5 секунды оппонента При этом накладывая ему дебаф То, конечно же, союзники так не смогут Они смогут просто пробафиться на скорость атаки и на скорость передвижения Вот такая вот у нас тема Теперь давайте поговорим по длительностям вообще всей этой темы Что у нас дает? Выезжает табличечка, смотрите Замедление скорости передвижения Это замедление скорости передвижения на оппонента 5, 10, 15, 20 процентов Замедление будет идти у нас 2,5 секунды То есть дебаф после удара фростморна на оппоненте накладывается на 2,5 секунды При этом оппонент будет замедлен на эти 2,5 секунды еще То есть если Абадон снова не ударит через 2,5 секунды То оппонент побежит, как и бежал При этом еще будет замедление скорости атаки 10, 20, 30, 40. Вот такое вот у нас еще и замедление скорости атаки. То есть фростморн замедлит оппонента в передвижении и в скорости атаки. Он сможет медленнее бить и, конечно же, медленнее двигаться. Далее, дополнительная скорость передвижения. Когда вы возбуждаете фростморн, вы получаете 15% скорости передвижения, независимо от уровня прокачки. Просто всегда 15%. Следующая графа. Дополнительная скорость атаки. 10, 20, 30, 40. Также союзникам и самому абаддону вы дадите дополнительную скорость атаки в размере 40. Далее, смотрите, длительность замедления. Длительность замедления у нас идет 2,5 секунды. Это то есть тот дебаф, который накладывает фростморн на оппонента. Он идет 2,5 секунды. Ну и, конечно же, длительность самого эффекта у нас 4,5 секунды. О чем говорит это? То есть, если вы ударяете, будучи союзником, оппонент, на котором висит дебаф в течение 2,5 секунд, вы бафаете себя на 4,5 секунды. Также это работает у абаддона. То есть, если абаддон возбудил фростморн, то на 4,5 секунды он будет бегать быстрее, бить быстрее и, конечно же, бафаться вот так вот и двигаться. Вот такая вот у нас тема. В общем, надеюсь, тут все понятно. Далее, смотрите, что у нас. Так как у нас та пассивка, я уже говорил, что Silver Age у нас выключит эту пассивку. Соответственно, вы не сможете ни бафать ни союзников, ни никого, не сможете ни бафать ни себя. И, конечно же, это работать не будет. Но если дебаф уже был на оппоненте, то эта тема будет работать. У нас это не является орбэффектом. Также я сказал, что можно вот так вот позамедлять. Это я уже повторяюсь, в принципе. Но не суть. Можно что хотите тут собирать. И, в принципе, по данной способности все. Написано на сайте iCAP, что фростморн дебаф можно развеять любым развеянием. Но это не так. Смотрите, видели, дебаф фростморна висел. Но если что, пересмотрите. Тестить не буду. Ну и также у нас еще вот такая вот тема. Смотрите. Опа, вот эту тему мы можем снять. То есть замедление фростморна мы задиспелить не можем. А, конечно же, с союзников снять вот этот баф, который дает МС и АС, вы легко сможете. Далее, смотрите, какое у нас тут еще есть применение. Допустим, скади мы выкидываем и начинаем просто бить креветкуса. Креветкус уходит. И, смотрите, на него все равно работает фростморн. То есть данная способность у нас будет работать еще и в БКБ. Давайте еще раз посмотрим. То есть если сларк у нас вот так вот бежит. Опа, а тут такое замедление лютое пошло. Он пытается убежать. То есть замедление это работает через БКБ и вообще пофиг этому замедлению. Оно будет работать как из скади. То есть это преимущество этого фростморна. Так что вот такая вот, ребятки, у нас тема. Ну и, в принципе, по данной способности вроде все. Более тут нечего рассказывать. Этот эффект у нас работает единожды. То есть он не перенакладывается. То есть если вы один раз вот так пробафались, ну бьете вот, допустим говоря, одного вот такого оппонента. То есть если вы один раз ударили там, второй раз, третий, пятый и десятый, у вас не складывается этот эффект фростморна. И, конечно же, вы будете всегда бить не больше, чем указано под той табличке, которую мы, так сказать, рассматривали. В принципе, по этой пассивке, ребятки, все. Погнали смотреть ультимейт. Там тоже очень интересно. Ну и что ж, ребят, остается у нас крайняя способность. Это Borrowed Time у нас. Это наш ультимейт Hotkey NSB. Данный ульт мы уже прокачали. И этот ультимейт, в случае, если у нас мало ХП, может включиться сам. Но вы также можете включить его по Hotkey. Как этой темой пользоваться, я расскажу. И какие есть нюансы с этим ультимейтом. Сейчас будем разбирать. Что вообще делает этот ультимейт? Когда вы нажимаете ультимейт, вот такой вот идет эффективный 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 эфф подхилить когда я нажму дескайл то есть об этой теме я тоже говорил бы соответственно я дамажу себя то есть то есть если дома же с дескайла но так как у нас ультимейт дает и усы получаемого урон то соответственно я себя прохиливает дескайл тут имеет место быть чтобы себя подхилить то есть вот такая тема преобразование урона свой хил чем сильнее нас бьют то соответственно тем больше мы хилимся вот такой у нас ультимейт поэтому никто не любит драки фокусить абадона потому что у него включается ультимейт и зависимости от уровня прокачки у нас есть определенная длительность этого ультимейта конечно же 45 и 6 секунд и соответственно после того как проходит это время только тогда можно убивать абадона но все равно все короче ждут знаете как обычно ситуация абадона включается вульф все рядом такие ходят ну сейчас будем бить сейчас будем и кто-то психует а ладно поехали на full хп этого абадончика бедного захиливают этот ультимейт у нас никак сожалению не диспелится то есть если вы подумаете что допустим вы задиспелите этот ультимейт просто там диффузо или чем-то еще вы не снимите с него этот ультимейт при этом даже юл не снимет то есть есть такой прикол давайте ульт вкачаем двоечку чтобы хотя бы будет было у нас 5 секунд длительности по уровням прокачки чуть позже пройдемся ребят просто хочу потестить минус это м е ул ул смотрите то есть получается у абадона включается ультимейт его кто-то и улит и он выходит такой и типа у него должен закончиться ультимейт да ну видели первую тычку он получает соответственно ультимейт еще работал в это время в это время то есть эффекта работы ультимейта нету но он работает то есть соответственно после астралов после всяких там других каких-то моментов после каких-то заточений там в астралах и прочей всякой тему после улов будет все равно работать ülтимейт то есть допустим смотрите вот он включился ультимейт он работает давайте сейчас еще раз сейчас просто не нажал с почему-то юлия не знаю бывает соло лобби очень тяжело все то есть потому что все деревянное просто через трипл клик и вот у нас включается ультимея юлю у нас абадона и должен пропасть эффект да то есть смотрите он работает ультимейт еще видели то То есть эффекта не то, что ульт работает, но он работает. То есть, соответственно, с абадона никак не задиспелить этот ультимейт. Далее, какие у нас есть приколюхи. Ультимейт у нас имеет специфику работы в две стадии. То есть первая работа у нас это походки, а вторая работа, когда у нас у нашего абадона хитпоинты падают ниже 400, у нас абадон включает ультимейт автоматически. То есть, видели, у нас ультимейт был 350 хп. И, конечно же, у ультимейт 350 у нас было 350 хитпоинтов, и после того, как мы получали следующий урон, у нас абадон включил ультимейт автоматически. И это на самом деле плохо, потому что иногда в лейтгейме бывают такие моменты, когда у вас там, образно говоря, уже там, ну, 400, 420 хитпоинтов, и вам, то есть у вас, чтобы активировать ультимейт в пассивной основе, нужно 400 хп, чтобы у вас было, то есть если ниже 400 хитпоинтов падает у нас здоровье, конечно же, у абадон, то ультимейт включается автоматически. Но у вас, допустим, разберем ситуацию, 420 хп, для того, чтобы включился ульт автоматически, нужно еще 20 хп снять, и вам залетает крит на 700, то, соответственно, у вас ультимейт не включается, и вы умираете. То есть вот такая вот у нас бывает тоже приколюха неприятная. Что у нас еще есть с пассивным включением ультимейта? Есть такой прикол, что Silver Age отключает это пассивное срабатывание ультимейта. И есть ребята, кто неопытные и не знает эту фишку, конечно же, они умирают, они в драке расслабляются, ставят ногу на клавиатуру, и такие, ну, я типа на абадоне, меня сейчас побьют, ульт сам включится. И вам прилетает Silver Age, а плеух, конечно же, у вас лоу хп, и ульт не включается. И он такой, это как? Пойду-ка фишки Азеза посмотрю, может он что-то расскажет. И, соответственно, получается так, что ребята забывают про то, что Silver Age выключает пассивное срабатывание бридж, 400 хитпоинтах на абадоне, и, соответственно, умирает. Поэтому, когда вы видите дебаф, дебаф Silver Age, включайте всегда поход КБ ультимейт, и, конечно же, не позволяйте оппонентам вас убить, в случае, если вас душат Silver Age. Так что, ребятки, вот эту тему помните. Далее, какой у нас есть тут прикол? Данный ультимейт у нас дебафит, дебафит при срабатывании, то есть, как это работает? Смотрите, минус и темп, допустим, Хекс, как там? Гуинсо, Гуин, да? Гуинсо, хорошо, давайте попробуем сейчас возбудить абадона. Вот у него сейчас, смотрите, 392 хитпоинта, то есть, ультимейт на пассивной работе, на пассивной основе почему не сработал? Потому что мы перекинулись этот порог, если хитпоинт у нас меньше, чем 400, то, соответственно, он включится, то есть, нужно там 399, ну, надеюсь, вы это поняли. И, смотрите, мы, если сейчас, по идее, даем Хекс и начинаем атаковать, сейчас ультимейт включится и, опа, смотрите, ульт включился, эффекта нет и задиспелил Хекс. То есть, эта тема работает именно так, то есть, Хекс у нас снимется, снимется большинство всех негативных каких-то бафов, вернее, ну, получается, это дебаф, если на абадоне это какой-то негатив, это, получается, дебаф. Все дебафы у нас сносятся просто с абадона, абадон у нас встанет, то есть, если он был в Хексе, если у него пассивная вот эта тема, соответственно, срабатывает, то его выводит его с Хекса и он дальше продолжает душить. Вот такие вот у нас нюансы на ультимейте, ребятки, также у нас тут есть агонимы, агонимы чуть поговорим позже. Давайте разбирать уровни прокачки. Смотрите, выезжает табличечка, не смотрите агонимную вот эту тему, потому что это нам пока что не нужно, по агониме чуть-чуть позже поговорим. Можно вот так вот, а не, вот так в сторону, прикольный, вот так в сторону, все. Смотрите, длительность этого ультимейта 4 на первом левеле, на втором 5 и на третьем 6 секунд. В течение 6 секунд вы будете преобразовывать дамаг, получаемый, в свой хил. То есть, если вас кто-то будет лупить, то, соответственно, вы будете хилиться. Если вас никто не будет бить, то, соответственно, единственная ваша возможность как-то захилиться, это, конечно же, продамажить себя Дескойлом. То есть, вот такой вот немного садамаза ультимейт, ну ничего, в принципе, нормально, приемлемо. Калдаун у нас 60, 50 и 40. 40 секунд калдаун на этом ультимейте. Это очень-очень мало, я вам скажу. То есть, если у нас еще соберется Акторин, то КД будет примерно 30 плюс-минус. И то есть, Абадон вообще становится такой целью, которую бить, в принципе, не хочется. Либо попробовать зафокусить как-то Сильвер Эджем плюс Хексом. То есть, соответственно, вы даете Сильвер Эйдж, пассивное срабатывание ультимейта не будет работать. И, конечно же, вы сможете с помощью Хекса пройти вот этот вот порог в 400. То есть, он не сможет выйти, Абадон, с Хекса, он не задиспейлит себя с ультимейта. И, соответственно, вы его убьете. Ну, либо, конечно, большим количеством урона пытаться его пробивать. То есть, там, допустим, либо это ультимейт Акса. Ультимейт Акса, он пробивает ульт Абадона. То есть, если у Абадона мало ХП, то, соответственно, даже в ультимейте его пробьет. То есть, Акса ультимейт вообще по механике написано, что там урон он наносит там 999 миллиардов. То есть, там очень большое количество урона. И, соответственно, Абадон ультимейт это не выдерживает. Но и тут такая приколюха. Что? Что еще может пробить? Может пробить до порога, пробить там какой-то большой урон. То есть, или Крит, или ультимейт Лины, или ультимейт того же Леона. То есть, можно пройти этот порог. То есть, до включения ультимейта убить его, конечно же. Ну, и, в принципе, вот такая тема. Далее, смотрите, что у нас тут есть, ребятки. Ультимейт у нас не берет маны. То есть, этот ультимейт вообще. То есть, он ничего не стоит. Его нажимаешь и все. Он не берет маны. Если честно, есть одна бесячая тема, что он срабатывает сам по себе. Когда вы просто идете домой, ульт у вас откатывается. А у вас там 200 хп. Он сразу включается. То есть, вот эта тема меня немного подбешивает. По идее, он должен включаться, когда у вас меньше, чем 400 хп. И, конечно же, вам вносится какой-то инкам дэмэдж. То есть, там, образно говоря, 2 урона. И, соответственно, тогда у вас ультимейт включается. Но он, бывает, сам включается. Но не суть. Что ж, ребятки. По ультимейту, надеюсь, вы поняли. Много чего вам рассказал. Далее, давайте посмотрим Аганим. Аганим, на самом деле, тут имба. И он немного изменен. Давайте посмотрим, что поменяли. Итак, ребята. Подбираем мы Аганим. Визуального эффекта у нас никакого нет. Но! Но! Мы имеем теперь такую тему. Наш ультимейт идет немного дольше. Он идет на 1 секунду дольше. Становится у нас 5, 6 и 7. Если по уровням прокачки у нас было 4, 5 и 6 без Аганима, то теперь сейчас 5, 6 и 7. Давайте вот так вот респаун сделаем. Кристаллочки. Пришлем ее сюда и посмотрим, что у нас поменялось. Наш ультимейт теперь становится аурой. У нас теперь появляется аура в радиусе 900 единиц. При включенном ультимейте весь урон на союзников будет уменьшен на 50%. И при этом 50% урона, который будут получать союзники, будет переходить к Абадону. Образно говоря, давайте тестить и смотреть. Наверное, многие не поняли, но это лютая имба. Это как корабль кунки, только немного похуже получается. Тут нужно быть просто в ауре, а там нужно... Хотя нет, получается получше. Это же аура. Это лучше, чем просто баф, если вы рядом с кораблем пробежали. Тут просто нужно войти ауру. В ауру. И теперь давайте смотреть. Сравниваем. Смотрите. Бьем ЦМку. Раз, два, три, четыре, пять. Пять тычек залетело ЦМке. Это половина хитпоинтов. Теперь что мы делаем? Включаем ульт Абадона и бьем ЦМку. Смотрите. Раз, два, три, четыре. Пять тычек уже залетело, но половины хитпоинтов мы даже не потеряли. Это говорит о том, что идет 50% смягчение всего урона под ультом вот этого Абадона с Аганимом. И весь урон в размере 50% у нас переходил к Абадону, как вы видели. То есть обратите внимание, когда Абадон у нас просто стоял и в радиусе, если кто-то получает дамаг. Во-первых, первое применение Аганима это то, что Аганим смягчает урон по союзникам на 50%. И при этом тот смягченный урон он забирает себе и начинает хилиться. Посмотрим еще раз. Смотрите. Кристалка не чувствует урона и смотрите, Абадон у нас хилится. Это просто лютая имба четвертой позиции. Это просто лютейшая имба четвертой позиции. Я не знаю, почему его не собирают, этот Аганим, но это просто нереальная имба. В радиусе 900 единиц вы смягчаете всем союзникам во время ультимейта получение урона и при этом захиливаете себя. Это реально очень сильная имба. В течение 7 секунд вы просто даете своим союзникам 50% сопротивления. Просто, просто 50% сопротивления. Ну реально, это очень-очень, ребятки, жестко. Просто 50% забираете и все. И при этом себя еще и захиливаете. В общем, каточка через Аганим по-любому будет, ребятки, на четвертой позиции. Ну и на самом деле, вроде все, больше Аганим ничего, к сожалению, не дает. Мы сегодня, ребятки, разобрали с вами вот этого прекрасного героя Абадона. Это бывший Артас у нас, конечно же, ребятки, за историю героя. Можете поставить лайк, кто не видел, перемотайте в начало, посмотрите. Очень хорошо постарался, постарался донести вам, кто такой Абадон. Ну и сегодня вас ждут множество каточек, ребятки. Всех с наступающим. Постараюсь сделать катки более прикольные, новогодние, чтобы вам зашла атмосфера. Будем играть на 85-й со снегом, ребятки. Знаю, многие жалуются, конечно же, что эта карта слепит глаза и тому подобное. Да, я с вами согласен. Непривычно для простого, так сказать, обывателя моих гайдов, что вот такая вот карта, да, непривычно глаза слепит, ребятки. Но, но, в целом, я думаю, все-таки несколько каточек сыграем на снежной карте. И для тех, у кого болят глазки, ребятки, я, конечно же, вас всех ценю. Сыграем несколько каток еще на обычной зеленой карте, ребятки. Но и, в принципе, все. Так сказать, приятного всем желаю просмотра. Спасибо, что смотрите, что лайкаете. Ребятки, не забудьте, конечно же, посмотреть теорию, если вы ее скипнули. Если вы сейчас случайно наткнулись, не забудьте посмотреть теорию. Смотрите катки до конца. Они получатся у нас в любом случае интересные. Ну и все. Всех с наступающим. Всем новогоднего настроения. Маленькую елочку вам такую, конечно же. Много подарков и всего самого наилучшего. Поехали смотреть практику, ребятки. Let's go! Поехали! Уф, ребятки, загрузилась у нас первая каточка. Что ж, бурудь, бурудь, бурудим, бурудим. Бурудим, бурудим, короче, не вубурудим. Как корабли лавирули, лавирули, да не выловирули. Хорошо. В общем, ребятки, смотрите, что нам нужно сегодня делать. Сегодня мы, в общем, пикаем абадончика. Четвертая позиция. Есть керри, спросим. Пацаны, я, я думал посапить. Все, зубус. В общем, ребятки, первая каточка на абадоне имеет смысл играть абадончиком через, через четвертую позицию. Ребятки, сразу можно взять абу и не париться. Вон, найкса хотят взять там. Кен и Татьи, Аркадий. Пейк. Вот так напишем. Чтобы вопросы отстали. Хорошо, смотрите. В общем, что у нас боится абадончик, ребятки. А, кстати, всех с наступающим. Спасибо всем, кто смотрит. Смотрит мои видосы, смотрит контент. Спасибо всем, кто участвует в развитии канала. Это тоже немаловажно, потому что это мотивация, потому что это продвижение, это покупка девайсов. Все это вот так вот годно. Спасибо всем, ребятки. И возвращаемся. Возвращаемся в игру. В общем, смотрите. Что у нас боится абадон? Как я уже и говорил, какие-то фастовые уроны, которые получает у нас абадон. Именно там Лины, Леоны, там всякие вот эти. С Лордара будет побаиваться, потому что, ну, несмотря на то, что амплификацию я могу снять, но тем не менее, можно очень неплохо, неплохо так под амплификацией с одной тычки вот этого копья немножко офигеть. Ну и, конечно же, побаивается у нас всяких фастовых уронов. Ну, рили, вот именно фастовых. То есть, если вы не успеваете ульт включить, то вы можете отлететь. Вот такая вот тема у нас, друзья. Будем играть в этой катке в четверке. Постараемся сделать Аркану, Грифс. Сделать в общем и целом Грифсы. Аркану, Грифс. И поехали. Ребятам помогать, сделаем Аганим. Сделаем дагерочек. Постараемся выформить Акторинчик, чтобы как можно чаще сейвить, ультовать. Будет все нормально. Надеюсь, катка будет интересная. Интересная. И надеюсь, она вам понравится. Хочется немного поподнее. Такими с качельками лейтгейма. Но лейтгейм у нас, конечно, покруче тут. Сларк и Сларк неуязвимый просто в лейтгейме. Сейчас, если Сларк будет хороший, будет очень хорошо. Я низ, парни. Я низ, парни. Со Сларком, наверное. Хорошо. И будем душить. Будем душить. Будем раскачиваться через первый-второй. Будем раскачиваться через первый-второй для того, чтобы помогать Сларку немного убивать там. Только что донатил, прими. Чего? Нет. Ну, оно высветится, если донатил. Парень. Лол. Так. Хорошо, я же саппорт. Все, я вспомнил. Курочку беру, нафиг иду. Вот так вот берем. What is it now? Вот так вот берем. О, наискуру все положилось. Какой донатил? Ты о чем вообще? Ты о чем? Какой донатил? Что он мне вот тут вот устраивает? Какой-то сыр-борчик. Поехали сюда, ребят. Качаем щит сразу. Все боятся щитов. Как только выходим на руну, сразу-сразу там щит закидываете, просто все начинают убегать. Все убегают, начинают. Опа, огурчик. Огурчика, кстати, напряженочка. Какой донат? Что ты мне вот это тут... Вот, и понимаете, почему я иногда стараюсь писать с фейков? Потому что не обращать внимания на вот такую ересь. Просто, что парень от меня хочет, я не понимаю. Какой донат? Чего пришел? А, то есть я стал писать контент, а у меня вот такие вот лаги. В атаку. Души. А, найс, Сларк прыжочки делает. Хорошие такие. Неплохие прыжочки такие от Сларка. У них задача меня захейтить. У них задача меня захейтить. Сларк прыжком не попал там. Как вы собираетесь душить? Ну, Сларку надо будет щит закидывать. Хорош. Хорош. Пойдет. Ну, Сларк два раза прыжком не попал, типа, не знаю, типа, как бы, ну, ни на что не намекаю, но мне кажется, Сларк немножко не доиграл в данной ситуации. Ну, да ладно, ничего страшного. Наша задача, блин, найс будет кемпы ковырять. Я тупо не смогу отводить-то, е-мое. Не смогу отводить. Так, мы не добиваем крипов, которые должен добивать у нас Сларк. Мы должны просто в стороночке как-то чик-чик-чик-чик-чих-пых аккуратненько на Экспе все вот это дело делать. А найс, конечно, кемпы забирают, здравенько. Здравенько. Печалька все это. Пусть богорит чуть-чуть Сларк, если что, подкину. Тут надо дабл-тычки было добивать. А шо ж с тобой, Сларк? Братец. Че ты так бычишь? Нифига ты даешь. Нету кнопок. Я понял. Вот как только узнали, что я там стрим или что-то тому подобное, начинается вот это вот. Вот это вот. Пришел чел просто первого левела, лишь бы постоять здесь типа в Стримера, да? Получается такой смысл. Опа. Хорошо. Заблочу его тут. Хорошо. Отлично. Он ливнет, парень, потом на морфе. 100%. Это, знаете, такой тип людей, которые хотят зайти, похейтить, вот так вот иливают потом. Есть такое дело. Есть такое дело. Парень фигней, страдает первого левела. Спросим вот так вот, потому что, ну, типа, это такое. Первый левел пришел вниз. У тебя первый левел, вы просто... Ну, я не знаю, просто не понимаю таких ребят. Первый левел у парень. Давайте возьмем стики апнутый, сапог и расходничков немножко. Странное поведение у морфа, это называется синдром стримерский. Я поэтому, блин, ну я с мейна, видите, я с мейна зашел, и поэтому намного тяжелее. Столько, если честно, бывает людей, которые просто там выигрывают за счет команды. Дота это же командная игра и выпендриваются там или еще тому подобное. Очень тяжело с такими игроками играть. Люди думают, что там просто очень жесткие какие-то или там что-то прям нереально играет, то есть и начинают выпендриваться. Люто причем выпендриваться так, что там типа, изи там, знаете, писать и всякое такое. Честно, не понимаю таких людей. Ну да ладно. Так, в общем, смотрите, наша задача. В принципе, блин, вот мне бы туда выйти, там Найкс бедный страдает, да? Страдает. Но ты из тамана еще войска. Но я не успею туда слишком далеко. Если он перехилился. Нет, не перехилился. Через тавр идет? Ну, это смерть. Не знаю, зачем он через тэшку идет. Непонятно. Ладно. Сларк по возможности фраг оставить надо, ребят. По возможности. Погнешь? Ну, прыгай. Да что ж у тебя с этими прыжками? Ну, я стелить не буду. Ну, извините, тут как получилось. Сларк прыжком не попадает, ребят. Но, в принципе, активная катка. Так. Туда не идем. Так, морг все. Морг третий левел хотя бы. Так, гонос, стайки на отводы. Руну, ой, руну. Лайн запушил. Запушился лайн. У нас постараемся арканчик сейчас сделать сразу. Ну, я не стилю, ребят, само так щитами стилит. Щитами стилит. Ну, троем они тут стоят. Синдром стримерский. У ребят, походу. Я буду диспелить. Твой первый спел не скинет игнайт. Мой скинет. Оп, диспеллю. Еще щит сорвало. Ну, такое, брат. Такое. А в стики раз тут главное. Это больше как это. Огурчик. Можно Огра, смотрите, как хорошо отзонился. Как хорошо отзонился. Блин, он жирный так, и он что-то под тангусами ищет. Скорк, скорк. Опа. Хорошо. Скорч. Блин, не знаю, Абадона я люблю, если честно. Герой очень хороший. Сларк, у жопу подхилить. Столько фарма уходит. Сларк не может фармить. Стараемся не добивать его крипов, которые он должен добивать. Вот тут я не добиваю, а дамаги не хватит. Фармим. Ну, все отдал я ману, хп. 130 аркана. От last. Опа. 50 золота. Остается. Сет. Я не добил, и там сон не добил. Тут надо с Дескойла добивать такие моменты. В принципе, Морг тут вообще не должен фармить. Оп. Хорошо. Ну, я не успел. Так, Сларку. Успею, не успел я помочь Сларку. Плохо. Плохо. Счета надо ждать. Оу. С СК. С СК они тут задушат. Чуть не успел дойти до Сларка. Мог его попробовать подхилить, но не факт. Не факт. Ну, не факт. Погнали. Душить. И удастся, и возьмем. Огра, прыгай в наглую. Хорошо. Ну, я чисто как Корр, походу, тут был, да? 125, Морг через стан пойдет, да? Полторы тысячи хп. Сейчас собьют. Морг. Ловкость качается. Хорошо, Говарды поставим. Говарды. Сларк, чего ты боишься? Блин, Сларк такой бояк, жесть. Под ободоном, вы что, тут же можно вещи делать. Прыгай в любого. Ох, что, Сларк. Да не снимет у тебя первый. Снял? Значит, с четвертым левелом не снимет. Он не снимает. Таркпак, он не должен снимать горение. Говарды поставим. Так, там Армлет, ребят. ТСС на СК. Боже, такие игроки. Ай, ладно, саппорчу. Продолжаем. Прыгни ты. Господи. С трудом, парень, решил все-таки на прыжок. Там прыжок. Ладно. С трудом парень прыгнул. Так, Десклайл, наверное, за максимум, чтобы можно было забирать прям хорошо. там вот пацан. На кого? На Абадона? Я понял. Десклайл. 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 Ну, мы играем сейчас в принципе 2-3 на 4 на 5. На 4 играем. Ну, хотя нет, 3 на 5 сейчас играем. У нас Найкс фармит и Свен фармит. У нас много керри на самом деле. Давайте варды поставим 2 дефолта и будем видеть передвижение. такое. Суицидится, честно, блин, как-то на это мне не заходит. Хотя сейчас в этой ситуации хорошо было бы. недоигровка. Ладно, я не доиграл. Соглашусь. Левел сейчас соберем внизу, пойдем варды поставим. Не доиграл я. Надо было суицидиться. В такой ситуации надо было суицидиться. Так сказать, Professional Move был бы. Опа. Так, есть Хидресочка. Полмейки. Тускар активный там. Ну, ОГГ там. Сейчас. Комбо-вомбо-закат. Комбо-вомбо-закат. Я пойду проваржу. Огр, СК. СК очень жирный. Поста. И вообще себя кидаем. Побежали. Ты будешь нападать на Сларк или мне нападать? Ну, такое. Такое. Сларк очень пассивно играет на его героя. У меня нету ДПшки. Манга, короче, в помойку, ребят. Тамид, если что. Не полетел, да? Очень пассивно. Очень пассивник. Так, я вардик поставил. Блин, я очень много времени тут теряю. Очень много времени тут теряю. Господи, Сларк. Это Сларк. Вот это Сларк. Ладно? Нет, не ладно. Хорошо, пойдет. Но такое все равно. Когда Вижена нет, не сработает нормально, спел. Не сработает. Ладно. Ладничка. Сейчас там кнопки очень быстро кдшатся. Очень тяжело будет. Надо в сторонке стоять. У нас почти мека есть, в принципе. Хорош, подловил. Я помогу, если что. Опа. На атаку. Опа. Есть кнопки. СВ на 90 маны, Аркана почти есть. Почти есть Аркана. Одна, две и убиваем. Донейт пришел. Лол. Когда начинаешь стремить, начни за тинкером, пожалуйста. Лол. Надеюсь, там не будет трека, иначе придется сворачиваться. Это прикол какой-то? Жесть. Вот он дает. Вот он дает. Вот оно че. Вот оно че. Жесть. Зачем такой дудос? Ладно. Спасибо за донейт, как говорится. Это называется, парень проверил, я это или нет. Все бы так проверяли. Но это забавно. Это на забавность все это дело. Так, дескл докачали. Бедного Свена там гоняют. Но я не успею туда добежать. У меня мека почти есть. Дастов нету. Я бегу. Я бегу. Давай, брат. Есть кнопки. Все, подстилил нафиг. Ну, на меку, пацаны. Кстати, стилить на Абадоне прям очень легко. Я бы даже выразился. Давайте вард поставим на топе. Стилим нормально, команде помогаем. Меку сделаем, грифсы. Ребят, ну это в дело, в дело. Можно не стилить, конечно. Можно, конечно, не стилить. Но мека есть. Они в лейтгейме тут не выиграют. В лейтгейме тут не выиграют. Стримерский синдром на восьмом слоте. О, вот оно че. Зачем за мной на морфе бегаешь? Ну, спросим, дефолтный банальный вопрос. Синдром стримерский. Давайте дасты варда затарились. Сларк, жесть как хабайт. Ну, я диспелью его. Диспелью его. Я не мог. Есть. В последний раз. Абблет. От меня только отойди в сторону. У меня очень много кнопок, по сути. хорошо от ска надо стилить помогу хорошо хорошо просто кайпу играть с тобой так и пашни кайф этаж не кайф зачем бегать за мухой какой смысл так играть пойдет ребят задушили почти гриф съесть хорошо ну катка тут наша уверена . много не ошибаются там тускар что-то потеет там остальные не играют в принципе в этой катке ладно ребят вот честно я не знаю я не понимаю ребят которые вот заходят и вот это начинается суета типа отчеты а кто-то начинается расспрашивания поэтому стараюсь всегда игнорить это поэтому ребят если вы заходите там видите там ну образно говоря мой никнейм я стараюсь не отвечать потому что но я стараюсь работать на камеру и объяснять ребятам что да как делать а тут я сижу я уже начинаю непонятно что делать я начинаю общаться и обращать внимание на внешних ребят которые находятся в катке да я как бы понимаю что можно это сделать но моя главная задача донести суть моего персонажа то есть что мой герой должен делать так но я без маме сюда дп6 это плохо без маны сюда дп6 такое похилю без маны ты поделаю куда этот песка идет щит бьем осуждаю так ну-ка 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 подожди дожди дай догоню ах оставься до свидания свенчик ты налога пена таких не стоит да б брат так вот я стараюсь донести просто чё на герои на моем профите делать и как в целом играть ребятки они просто общаться в чате я конечно все понимаю все уважали но блин но это жесть это жесть ребятки в общем целом по игре что у нас получается я стараюсь максимально стилить на четверки но намеку грифсы грифсы сделаю дальше просто задушить но рекомендую вам не делать так и конечно же у вас будет как как все хорошо у нас непонятники немножко сларк потому что не прыжочком ничем не попадает очень непонятно когда подплеивает поэтому ребят вот такая вот ситуация и давайте сейчас побежим на низ там сейчас на низу будет по-любому драка зевса уже доцепили у зевса там армлет ой армлет у зевса вот узко армлет нам его встречает посадить питер он но нечего делать там тускару он просто умирает тускар умирает сейчас дескойлом задушу огра дескойлом дескойл дескойл опа 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 не дал дескойл все понял 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 он стопа был или не был ребята не хотят с леса выйти пацаны ну я бойчу свой брат помогать я побежал за огромная даже не смотрела они четвером лес остались фармить там ладно моя ошибка без бед просто не знаю вот тут три героя было я побежал за огром ребята там фармит лес ладно нормальный гриф себе выколоть или пойдет ничего страшного фиданули но пойдет ребят иногда так можно сделать но мои керри забрали в любом случае кого они забрали ска забрали сейчас то есть в размен меня в размен саппорки саппорки в размен саппорта забрали керри нормально ну как керри саппорта тоже забрали но в принципе я не столь важная цель на самом деле так хорошо курьера кто-то взял зачем еще курьера свена надо забрать куров свин все есть гриб с ребят вардик тоже имеем погнали подставим варды у нас фростморн два раза эх я не достал прикиньте что это такое но у меня сейчас тут также положит меня еще икроба замедляет это типа чтобы вы понимали меня еще икробелу замедляет жесть пойдет himself пойдет himself еще икроба меня замедляет чисто хейт контроля каких об этом жесть что за сноубол найкс такой знаете пошел к пкм он кликает кликает атаковать промахивается идет куда-то надо на а в такие моменты играть ослак соберешься ура он прыжком попал рожь опа армлин хорош опа не попал прыжком умрет блин прикольный сларк ну пойдем заварным таки может получится заварить у меня уже типа 5 вардов курин то накачал его и прыжком брат не попадаешь вот и качается парень ура вардик поставлю сейчас но я тут в роли пятерки походу я на пятерки не буду на абадоне бегать иначе мне не будет артефактов ничего не будет поэтому нужно ребятки на пополам то есть я взял сейчас варды варды в любом случае это хорошо в любом случае это хорошо по драться есть гримс не знаю ребятки не хотят плей так агрессивненько я тоже не хочу видеть я тупо видеть буду если буду один драться постоянно команда не хочет драться постою на миду папы фростморн будет все норм он 22 пацана га вот сюда вар днем блин вообще надо на руну тупо но тут три героя сейчас очень опасно аля смотри че делай свэн свэн там не выживет и мне опасно туда идти вардить опасно идти вардить туда вот лишь бы что-то написать мою сторону вот вот серьезно вот это реально это синдром синдром стримерский синдром стримерский эх вот что тот лишь бы написать сапом не везет вечно но почему чему сапом нормально плей нормально плейм нормально плейм вот сюда хорошо вот сюда ребятки может прислушаются гониц хорошо у меня все есть нас ларки вот эту штуку кидаем мы у тебя улиц не работает это почему у него улиц не работает нас ларки вот тут варды стоят и вот тут варды стоят надо будет гем походу брать на голову цепляет нам кого-нибудь можно типа далеко от слишком туда подвижки нет смысла идти возбуждаем просмором я сигиль разобьем хорошо хорошо ребят возбудили чтоб тебя ларку помочь значит забавшего но нету кнопок больше прошел так сделаем пойдет пойдет более-менее и одну сларку не могу выхилить его там с еще башер вылетел . много слишком это много ребята он тп на мид подфармим а чё делать очень много дамаги идет я уйду просто надо попробуем аганим сделать наверно фарма нет файтов нету как таковых но они есть как бы но не не ахтин пробуем аганим сделать ребят аганим что ребята немного это под видели там аганим 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 Так, чё делаем? Свенус тут За Свенусом бегать Чида Тпшку на низ Эска уже убежал там Он не будет сидеть в песке ждать, пока он Дарк Пак там ударит Не дурачок на Сларке Ой, на Сларке Ну, вы поняли, на Сларке Не знаю, сомнительно Надо фармить, короче Не можем мы драться по Чилуэджу О-го-го Свенус не туда пошёл Ну чё это такое, да? Ну вместе, не хотя Как настроить свою команду В игре на Четвёрке Абадоне Серьёзно, ребят но не хотят они золь блин я сейчас тоже по ходу умру до я не должен тут убирать он очень жирный пускар жесть он не всех и поискал просто прикиньте всех и поиск очень сильно задушил сигиль как душит проузен с ларкова цепанет будет очень хорошо если прыжком попадет почему ты не прыгаешь сразу прыгни цепани и все куда-то б б б б на нафиг отсюда ужас просто не в той катке на четверке ребятки играем хорошо что стилил есть возможность еще как-то с артефактами бегать прикиньтесь от не стилил еще артефактов вообще не было бы артефактов не было бы и керри так бы отыгрывали ладно ничего страшного может реабилитируем ся тема игра интереснее будет что ребятки подтупливают что-то соло бегут куда-то огур даггер не знаю может бм сделать аганим не с ней делать сейчас не не супер нужда сделать аганим по данной ситуации хорошо бм на четверке тоже неплохо может зайти сиди льбей там сниму по google хорошо отлично вот она сила сила пошла пошла давайте ребятки душите огура туда же нафиг дескойла даю сразу на про дамаг ну как на про дамаг как обычно получилось за стилю вот тэшка вторую вторую тэшка хорошо вот она наша сила сноубол пошел так и хорошо сейчас маны ребятам дадим отлично пойдет неплохая драка и стави рабы не зайдем махаги можно попробовать мне вниз вниз парни вниз не стану репликей спека башер маднес фазы с ней проблемы будут она будет прилетать меня она будет загрызать просто на изи так варпище мне приходится тут в пятерке ребят бегать сожалению сожалению к сожалению в пятерочке так вы что тут пофармить есть что не туда пофармить что г сларк нафармить своими делами занимается но грифсов нет она есть под хил сзади стоим просто раскидываем кнопки ребятам войну надо будет наверное на экста с рейджем свен свена нету рейджа опа не успеваю до земсу даю давай брат даю кнопку хорош пойдет но как успел там такой лютый дамаг я даже не успевая считаю щиты раскидывать на самом деле свен задушил там сплэшем просто хорошо вот так далее ребятам сейчас бы аганим хорошо зашел разу аганим в таком моменте юзаем додерись ты и все эффектом делать я иду через монетку наверно они ну там души опа опа хорошо для вот это задушина называется вот это называется задушина хорошо помогу 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 помог я своей команде но нормально ребят нормально вроде я если честно много на стиле но это блин непонятки за сларка 411 непонятно немного сларк из-за него так под стилю но и в драке иногда получается что стилю как-то но рекомендую вам не стилит конечно ты если у вас действительно хорошие сапу и сап если он действительно хороший керри вы это чувствуете то желательно но можно не стилить вон как свен играет в принципе я стараюсь и свой на как это не забирать но тем не менее все равно не могу в четверке нормально отыграть и не застилить очень хочется стил стил так есть аганим и гоним это хорошо и ульт докачан рожь изи сможем своим го голос венчик эти frost more возбудим чтобы быстрее забирать быстренько заберем хорошо ну да плюсую сларку не нужно сларк более эскейпный найкс тоже живет а вот оба дону давайте вот так вот сделаем комит без обид мнение мид 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 пацаны мнение это так и за нем хорошо так мы сейчас мне кажется мид заходим и к . ггшка забавно такие эти сандали качели дальше актарин делаем актарин даггер постараемся как-то но я потанчи тут катку на данной стадии вот тут на хгшке я сбил даггером давайте помех помех смягчим ребятам дамагу вену вообще пофиг посмотрите просто вену вообще пофиг 50 процентов дамаги там вообще нету хорошо по морфилос там вообще дома не не зашло по ценам что ребята свена подхиливать отойти свен брат даю те кнопки опа юмали даю свою кнопку свену кнопку даю отхожу от свой на есть смотрите дома не вообще нету ему армалет выручил зачем зачем выключил армалет он армалет выключил прикиньте он армалет выключил жесть прикиньте то вообще же видели как его я включил тему это вообще дома не там нету ладно но свен приколист походу и да ему кнопочку сразу а я умру тут два раза надо суицидальный убить барак погас не успею куда я даже забрать не успею кпц есть зачем армалет выключил я когда ультую ты на 50 процентов меньше урона чувствуешь просто дерись и все так но мы со егой не смогли спушить чтобы вы понимали ребят это очень серьезная заявочка на луз честно так хорошо но меня вот в такой ситуации душили но я четверка видите без керри бмда хорошо зашел бы чтоб ребята что-то вливали в меня но я четверка меня не предусмотрен таки артефакт но иногда можно сделать кстати можно и в этой катке принципе сделать бм но не знаю я хочу актарин уже сделать актарин не внесет такого импакта как может внести бм данной ситуации да эти сделаем бм все таки если что пригодится он нам пригодится и давайте вот так вот сделаем 4 варда четвертая позиция ребят как-никак бомжи сап бомжи сап так сказать артефактов нет но вы держитесь я еще офигенно сделал что искал ультимейт сбил он не ворвался в драку он так наглую кастил стоял наглую стоял кости пар хоть поставлю хорошо так есть у нас такое дело без саппорта конечно хреново если по бадон еще и в керри шел бы тут они саппортил бы было бы очень плохо ребяткам я думаю я бм сделал пусть будет бм ребятки такой ситуации как вот сейчас на миду было но она пригодилась бы это артефакта это артефакта этот артефакт пригодился бы ларк сию сделал так далее наша задача какая аккуратненько двигаться кинуть ларку вот такой подхил под сей надо вместе пятером надо они втроем подфармливаем мактарин даггер очень хочу сделать было бы хорошо конечно получить актарин даггер было очень хорошо но не факт что что-то получится такое себе ребятки так спектра там сейчас радик наверное будет делать опа вот он ваш сларк который соло фарминг на базе оппонентов оба с ричи делает сейчас тут все будут я понял давайте весь бм аиска с ричи делает только не в меня только не меня я очень медленно я на коне но очень медленно я ультанул чтоб на экспо жил и удалось да ну суп на экспо жил за кура ладно ладно окей эти по хилим по хилим так но минуса дали мы чуть-чуть до газа 0 и так сказать нормально гости давать поставим тускара не то некому закатываться хорошо а поиска там он бежит хорошо вардик поставили агрессивно чуть можно побить и отойти чуть побить и отойти все равно кстати написано что простморн бафает ставорок но он не бафает нифига не бафает ставорок это самая непонятная тема самая непонятная я дебафну но давай давай найс его увеличиваем бараки в домашних условиях кстати нормально спушили тупо запушили все на икса чуть помогу а их держись давай дерись просто под ультом тут вообще пофиг дамаги не чувствуем хорошо дамаги под ультом не чувствуем не успел я чуть на минус 4 дали не знаю такое у нас саппорт катка саппорт катка не очень получилось ребят я считаю потому что не было не было ключевых артефакт которые хотелось бы сделать слишком такая катка бустовая быстро слишком заканчивается но вот так вот выигрываем сейчас драку и гг даже не интересно ну 40 минут я можно сказать тут пятерки играл пятерки в этой катке отыграл и гг пятерочки отыграл так сказать пятерки что ты меня душишь там хорошо гг ребят вот такая вот у нас первая катка на саппорте получается я тут пятерка был потому что варты все с меня было какой-то саппортинг получился немного непонятно но и в целом к . у нас закончилась вот такой вот победы ребят не знаю понравится вам такая игра или нет но некоторые ребята любят когда играют в саппи но если честно такое нифига там на улице сейчас покажу вам ребятки жестко жестко покажу там жесть смотрите лепит на улице офигеть ладно погнали ребятки next-овую катку next-овую катку надеюсь сейчас тоже будет интересно ребята загрузилась у нас к . next-овая на ободончике 2 я думаю нужно еще раз сыграть четверки чтобы было прям интересно 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 ребятки надеюсь у нас команде будет будут керри и мы будем отыгрывать более чем интересно интересно ребят первая катка она какая-то слишком быстро и какая-то немного непонятная но оппоненты задушились быстренько на самом деле с ларка увидели как он прыгает и сразу поняли что ну его нафиг короче и ливнули все с игры хорошо в общем давайте чем мы берем мы берем абадона абадон в принципе блин его даже на фп да я всегда на фп и так и так беру мне покайф брать фп и кайфовать так ну ребята там походу берут первые дождем что они будут выдавать создали мы снежную карту кстати ребят первую катку мы сыграли через обычную катку а эту катку снежно поиграем это поиграем так горгон уберут у горгона это мешок избиения есть такое есть такое это тоже самый абадон только немного пожестче с нее еще дамаги много сыпется абадон это мешок избиения и вот тоже она тоже мешок избиения так не знаю есть стере и есть норм в игре так будем бм любом случае делать гиро лед там гиро лед пассивный урон вносит парни или дан кг или дан кг на десятом слоте немного не доверяю на десятом слоте потому что там сто процентов исходя из того что у меня когда шестерка и 5к поинтов будет немного тяжеловато потому что за меня как правило кидает ребятской до 0 9-1 полтора и когда они играют на кере очень тяжело с ними выиграть на сапах но в любом случае карточки интересный будет хватит лейтов я не лейт я четверка пацаны так напишу 4 керри 4 керри вверх на рову идет на из влез медуза мид на топ идет слабер и все баланс просто и одного хорошего саппорта добирайте в этот пик и нормально почему еще одно то есть вверх на ровме это более чем нормально чем так в нашем задачи это конечно же даггер акторин жесткие качели интересная игра ребят чтобы в лейтгейме душиловка была на нас слабые слабые герои так моя четверка доберу одну кур и все погнали снежок идет прям как там вообще кайф атмосферно ребята просто вот я сейчас покажу эту атмосферу просто вы не шарите ребята вы не шарите вот что вам скажу так взяли твой c и вот так вот смотрите посмотрите на эту погоду в игре которая сейчас происходит и посмотрите на эту погоду за окном то есть там снег посмотрите как хреначит вообще кайф то есть прикиньте насколько это атмосферно сейчас здесь сидеть в этой комнате и писать какой-то видос для вас специально на что это жестко это но и прикольно прикинь тут снег идет там блин вообще классно передаю вам вот эту атмосферку ребят чтобы вам было приятненько что ж первая к . у нас ребятки после первой к . лол первая катка после первой катки зб карта зб зб это то есть достала или типа забыть типа нормальная карта но немного с освещением тут надо на этой карте поработать немного освещением так хорошо щит кидаем убиваю чен у нас лес пойдет так вот даю тебе и не будешь драться душе его весь руки стреляй в голову так по башку взяли но урунку не взяли но пойдет пойдет н брат ближние камп и не имбери пол за отводить буду или ты через чок а чаще из 3 уходи вот сюда да там бери сильного крипа и все изи же есть так нормально но сопим ребят будем тут саппортить парень на юрнера будет надеюсь плей нормально пойти сразу на кэмп уйдем подстакивать подстакивать будем ребята такие прям акцентирует жестко внимание прям вот они игнорят игру и тупо ну знаете ой да ты там не перебят нет это не я я просто не хочу вот так вот в игре щас обращать внимание на вот этот чат потому что но это неправильно будет я же стараюсь поработать со всей аудитории они с двумя-тремя людьми ребятки так что поэтому понимаете вот эту тему к точках я игнорю чтобы не палиться чтобы за мной не бегали так вот это плохой отвод потому что юрнера будет сейчас страдать но надо будет сейчас просто щеточек ему закинуть . закину пацаном на и все пусть экспица по пришел тут суло ящер зарисари фармить мой фарм забирает иди отсюда иди отсюда возвращенец можно как меня этот медведь душит так ну лево в любом случае лево в любом случае я нормально подзял и юрнера третий лево взял хорошо но и мишка завар тоже мишка завар тоже забрал много чем его забрать бы по это плохо уже ракетки кидает проще нец был бы сапог на юрнер плохо плохо что происходит все происходит юрнера немного сейчас потерялся кого фокусить такой и получится чем чем хочешь сделать что-то полезное но не получается ай да ладно плюс 300 золота чуть не обну ладно линию я запушил это плохо ребятки это плохо но мне не дал отвести нормально парень не могу я тут под саппортить нормально ему пожар берем а хилка пришла им как так но у меня есть сапог чуть-чуть не хватило чтобы 300 золота бахну джаггера золото вообще нету но я за дисплеем все надо будет так дескл или щит всегда такой вопрос щит конечно же намного лучше тем что блин он впитывает адес койл хорош на стил то есть если вы постоянно дефицит не нападаете то по кайфу щиток прям то что нужно пусть они выйдут там и вот этих пацанов отведу постараюсь сюда вывести а там никого нету но туда просто подтянем линию немного подамажив крипов все оба закрутился да хорош нормально нормально минус крипов чечет сделаем еще хорошо минус крипов чек делаем минус крипов чек так есть у нас тут гирич можно по экспице постоять хороший сейчас отвод был тем что дедушка засуицидился два крипа есть и нормально пойдет час и джиггернаут принципе в плюсе но желательно тут еще вот этих крипов под окончании вот этих вывести чтобы максимально выформить ты чё пришел сюда что-то хочет от меня я не успею уже отвести вот тут бы срубить дерево на нет на курса линию пушу так лучше делать двойные отводы но двойной отвод я не смог сделать потому что там нету нету крипов поэтому я попросил чтобы чем не оформил вот этот кэмп и оставлял его чтобы двойные кэмпы я постоянно линию толкаю ему это неправильно это неправильный саппортинг вообще неправильно вот он опять идет чем сюда вы форме у тебя есть вот эти два кэмпа друг фармии пожалуйста ближний кэмп мне нужен чтобы сливать пачку крипов чан этого не понимает сожалению блин там драка началась вот еще так во время да чё так во время ну это будет не отмазка что я повис по факту ссоре я повис как бы тут глупо это не звучало но ссоре просто повис на это интернет привет передает джаггер погиб из-за этого куда зачем не понимают эти моменты бред кто там идет зевс можно пройти я мог блин все сделать да что ж это такое то что за людая как пойдет я мог блин из-за хилить его но я пошел щиток ему давать на блохил давать потом щит давать так но ярко на себя поднял ладно ценой чена подняли себе аркану на же так такие тупники знаете вот если убрать все все вот эти минусы гейминга то типа блин можно так настолько четко отпрыгивать отыгрывать но дело в том что это почти невозможно вид дата это дата и в любом случае тут все происходит тупо по вариации либо рандома либо по игровому процессу все парень там ошибается и тому подобное то есть тут ситуация много бывает то есть как бы по факту так но мне не меньше чем 180 хп надо иметь иначе меня зевс шок нет все опасно слишком 160 хп его 8 его щит накидаем зафармливаем и уходим о хорошо так как для да вот на улица но хорошо так ну горгона free фармит там вообще очень много керри там еще и на x2 на 0 у нас сайте джаггер которому я не доверял 3 1 имеет не потому что я ему там сапорча потому что он там вроде нормально делается просто снайпер лютый у нас бы тусри просто маска не знаю может мне тоже в керри выходить надо будет и даст плохо ребята надо всеми четверку выходить но блин как я акторин любом случае хочу сделать 7 и 4 это типа с радиенсами с бмами добивать буду делать чё делать надо пхл выйти сюда потому что у меня снайпер хард линии печали ночи парень не знает как дотку плей чуть-чуть я с арканы все равно чем меня боятся она есть сос тема насоса нету пойдет задушили давайте фармить чем мы четверка но 7 и 4 пойдем катку надо выигрывать секретный билд сделаем так вот сделаем нормально уже качали курочка там летит хорошо звезды был тела я фармли тут не мешаете пацаны дайте пофармить я медузе тут линию толкнул специально чтобы она по таврам зафармила реку руб жесть там какой у нее night free night free батыр душит нормально так крипа вздушил пацан лесочке нормально там лучше стараемся сделать мекку и после мекки после мекки в грифс выйти доминатор просто что это со снайпера снайпер кто с тобой базам он так хорошо вернулись на свою исходную линию герыч давайте тэпу возьмем если что на низ низ отпушивать так что на низ эти да все ладно те я на низ пошел типа тут нет смысла надо фармить ребят я смотрю так у нас снайпера нету мы должны тут всеми керевых ой всеми всеми сапа потому что там будут ребята душить найкс выйдет с лес и начнется жесткая игра у нас чен еще чен пармит просто потом лес что не сможет сделать веншин ты хотелось очень в четверки сыграть такую катку четверки нам четверка нужно по билду очень хорошая так и знаете ютая видимо не получится чем просто колотит грибов так подруночки собирает горгонов стон есть нажала побежала пусть бишь пусть бежит баклер имеем мусклер хорошо при покидает ребят ну надо тэшки побить ну а ну а ну а ну а жесть конечно катках летейшие найкс и медведь типа в лесу до стоят надо пробежаться хорошо души хорош палец засунула сразу клоюн ракета пол лица вон медведь медведь туда побежал давай погоня за медведем погоня за медведем давайте вот так сделаем а бафа мармора гуя под пешку сойду нету да а ты пешку ушел так ну плохо маны нет но вы держитесь снайпер шрапнели раскидывает а потом наверно удивиться а чё так долго к дешится братан это 85 тут к дешится нереальное количество времени так но есть мека надо что-то пушить ребята топ ломают плохо все либо забирать надо у по не забираем ли он соснет чуть-чуть так но на x killing spree это плохо это плохо есть мека странная карта вообще нас пушат пушат снайпера у нас нету снайпер что есть что его нету просто деньги забирают у нас и все давайте две ты пешки 2 варда четверка будет очень тяжелая тут в этой катке это очень тяжелая четверка будет очень тяжело так но мека есть арканы есть гопат поверам пожалуйста потоку хорошо она топ побежим все будет огонь у нас чена пока играет сейчас вообще толку от него нету 0 3 1 5 1 2 да но печалька конечно чем он просто фармит но он фармит видите тупо вагонимы хотя бы ауры ауры пусть выведет ауры вы виде line его хорошо вон у нас есть армор мс и аэс по кайфу хекс ему просто и все и до свидания хорош хорошо не пойду туда так вот делаем гу хорошо мы очень сильные сейчас на зевс и жесть поливает здесь поливает я так часто на этом такая суета надо рубить до джага есть что такое но крипов они же смыли просто и джаггера смыли естественно и все вот он наш пуш надо уходить это гг надо тоже теперь выходить ребят печально думал в саппорте поиграть саппорте думал поиграть ребятки видите катка вообще жесть печалька но дефицца мы не сможем я не смогу добиться я вот линию толкнул просто морном своим просморным по линию потолкаю ребята там драться вот я гриб сейчас подниму просто тут и выйду или не подниму не знаю с пачки два крипа только добил нэкс там аднес собрал нэкс изи принципе мы его законтрим нам главное перетерпеть сейчас грифс доколочу я не должен его колотить но тут катка такая ребят я должен его выгонгать от грифс катка пассивная с таким снайпером тяжело ребят будет хорошо есть грифс я медленный здесь просто снайпера как убивать джаггер еще более менее вот джаггер единственный кстати кто я думал что сама плохо отыграет типа джаггер единственно нормально отклеивает не пробьешь ты его только там да я думал 0 ты нету джагги я далеко ссоре сделать джаггеру нету халпы я не могу и не такой быстрый гирич забыст а с уже гернальто пытаясь объяснить что вот сюда вот бежать вот отсюда не нужно как бы ну Это неправильно, как бы я так думаю Потому что там я уже не способен ему помочь Несмотря на то, что я там Как бы саппорт и тому подобное Но типа это иллюзия Это иллюзия Я как бы саппорт Но туда бежать, но это типа Сугубо мое мнение, это глупо Гоу вард поставим Гаргона Бладстоун Куда побежал ты там? Отвернись от нее Ой, жесть Хорошо Найс Душим вот эту У нее 800 мана еще Так, просто морным еще пробафаем Жесть Давай Леончик, работай, брат Получше Че, он потерялся просто Хорошо Жесть Ну нормально, я подхилил Много хп Ой, я деф пойду Куда-то справится Запушит Косарики есть Нормальный Грифс подняли С грифсом первую драку провели Гаргону еле-еле забрали Гаргону еле-еле забрали Кстати, здесь очень хорошо Может шоттать Ультимейт Большое количество урона Там будет у меня 400 хп И нету ультимейта Меня может просто убить С кнопки Ну, вот так вот Дело хорошо, да? Вот так вот Дело хорошо Произошло у нас Джаггер фармит Джаггер фармим Все есть Сейчас даггер, наверное, купим Чтобы помогать команде лучше Опа Вернитесь от От нее И не смотрите А то замерзнете Джаггер пошел Рошана Сейчас пойдем помогать Соло заберет, да, походу Вардов там нету Надо в лес варда еще поставить К ним Копонентам Кошечку дополнительно Снайпер у меня шрапнель кидает Я понял, это какой-то руинер специально Так, 22-36 по времени 22-36 по времени Хорошо Майкс Джаггаба бежал Вот так вот Майкса тут встречать будет, да? Нет Вот Хорошо Хорошо Джаггаз с шапочкой Модный, новогодний Новогодний джаггернал Так, ну Сюда зафармить Судес Судес А мне лучше в керри тут выходить Но это будет радиенс, наверное Тут надо всеми кора Всеми сапа собираться То есть половина четверки Потому что тут У нас катка такая Что у нас джаггер один не потянет Ему должна быть помощь еще от меня Но я буду с грифсом Такой, знаете Не очень Поэтому радик пытаемся сейчас выколоть Либо даггер сейчас покупаем Либо пытаемся выходить в радиенс Агоним Опа, Зевс варбик нашел Зевс варбик нашел Зевс варбик нашел Нет, брат туда далеко Слишком Го Т2 Два года Без Майкса Можно Т2 забрать Хорошо На джаггу в щит Так как он на шкере Ля ТП нету Ля ТП Ля ТП Жумапель Да, жумапель Ля ТП Ульту Ультани, брат Все Стараюсь захилить Ох, как я вот Подхилил нормально, кстати Входим Бет Ля ТП Ля ТП Мишка Давайте Мишку бить Мишка Пушерский Не надо Да, радик буду делать, наверное Но четверка с радиенсом Варианта нет другого, ребята Это будет секретный билд У нас такой, знаете Секретный билд Секретный билд будет Получается Радик будем делать Радиенс будем делать Будем машиной Бабушка машинка будет у нас Бабушка машинка Аккуратно подфармливаем Стараемся забрать Крепиев Курочка в магаз можно Топ Джаггер Не умри Умрет Зря он это делает, конечно Вот плохо Когда керри вот так вот Бежит Крепиев Что-то он там лишнее делал Мне кажется Ладно Они сейчас вместе соберутся Они могут очень много грязи сделать Вот хэгэ играйте Так, динозоверы работают Динозоверы работают Мне бы Радик сейчас Хотя бы пора финить Крипов дофармливать Но будет время И 29-й сделаем Опа, отойти Гаргона можно убить, да? Помогу Помогу Хорошо Сейчас ультанет, как здесь Но нормально будет Будто от меня есть толк Парень пишет Ну ладно, толка нету Варды Хил Саппинг Хоть какой-то Лайнинг Не Не пытаться Забирать Крипов там и тому подобное Но ребята не ценят вообще Когда пытаешься помогать команде В любом случае не ценят Просто блин Вот я куда опытнее Чем этот Джаггернаут И типа видя, что он делает Я в любом случае буду что-то пытаться ему советовать По факту Просто парень идет соло там Ну я понимаю Типа его рвение Что-то делать Но нужно делать что-то в тему Вести свою команду Забрать топ Нанизу нету товаров Зачем он стоит внизу? Правильно? То есть логично же? Логично, ребятки Он опять соло бежит Куда-то что-то хочет сделать Что такое? Соло фраги типа я понимаю Да, годно Но надо по линиям плейть Так, ТП-шка есть у меня ТП-шка есть ТП-шка есть Надо сейчас тут зафармить Быстро уйти До захода в ХГ надо радиенс иметь Но нам ХГ тут будут быстро ломать Быстро ломать ХГ будут Кто в миду? На Х с даггером Такой долгой ТП-шелся до меня Хорошо Замедление скидываем Беги Так, 1000 есть Да, хорошо 1000 есть на топе Ага, на топе динозавры Отрабатывают Динозавры Если б не грипс Сейчас было бы тяжело Опен вонды Не скинуть так Так легко Вонды не скинуть Так легко Так, ладно Отойдем Я отойду Самоуверенный рак Получается Самоуверенный рак Блин, тяжелая катка 30 минут Никакие действия Серьезно Типа 206 Но я еще и топа систер На карте Топа систер Джагеру помогать Хорошо Пойдет Зевсу Ладно А вот это надо Башни Жесть Башни вылетел Прикиньте Три тычки Ой, следующая вылетела Четверная А есть радик, ребят Сейчас радиец Но будем выходить Всеми Всеми керри Потому что Ну, не получится У нас по-другому Тут нужно Джаггернауту помогать Будет слишком много Керри Будем подсчет Сейчас Опять иллюзии По лесу ходят Безнаказанно Так 3к есть 3к есть 300 золота Вернее Что радиец Сделал Саппорт с радиенсом Получается А другого варианта Нету Я по топу Пойду аккуратненько Что next Буду делать Спросите Если честно Я хочу сыграть Нормальную Четверочную катку Через аганим И актарин Тут я конечно Не буду аганим Актарин делать Но скорее всего Сделаю Актарин В любом случае Даггер будет Даггер Молния Актарин То есть Начну Вот как-то так Выходить Семи Керри По нужде По нужде Так сказать Будем выходить Даггер Некстом Куплю Очень сильно Поможет Джаггеру Помогать В любом случае Джаггер Не сталкает Жалко Жалко Что нету Никакого Индикатора Сколько я урона Уже впитал Чтобы понимать Когда щит Спадет Блин Круто было бы Да Согласитесь Эту Хил Не знаю Я мог бы Тпкнуться Помочь Серьезно Уходить Решил задушить Меня Болт кидаешь Я делаю Тп Хорошо Болт кидаешь Делаем Тп Ракета Полетела БМ Сделать Тбм Тут В принципе Можно сделать На начальную Стадию Нормальная Линия Уже Тоже Способен Подкидывать Снайпер Там Сию Колотит Сию Колотит Снайпер Хорошо Отлично Тяжелый Фарм Долгая игра Будет Ребят Очень Долгая 17 Иг Имеем Тп Тп Надо иметь Такой катки Без тп Гг Там Медведь Полосатый Медуси Мне кажется Все равно Всадим Эту катку Все равно Всадим Мне кажется Там Слишком Жесткие Герои Тп Медведь Тут Давай Мишку Заберем Хорош То что Нужно Мишка Ватный Там Под Маднес Просто Вгрызаемся Так Де Двести Горош Есть Даггер Отлично Щиты Поехали Просморным Заряжаем Джаггер Быстрее Начал Как бить С чем Ты В упор Подходишь Пойди Снайпер Жесть Наверное Егис будет Забирать Я постараюсь Его подблочить Окей Все Джага забрал Это хорошо Ротэшки В меду Надо Лез Сойти Так Есть у нас Даггер Ребят Можем Поддушивать Ну Грифс Такой Даггер Знаете Нестандартные Артефакты Но в такой Катке Тяжелая Катка Я вообще Хотел бы Тут Сапа Сыграть Лютого Но Видите Не Получаются У нас К сожалению Снайпер Плохенький Мягко Выразился Блин Что я нажал Случайно Даггер У меня Всегда На пробеле Стоит Даггер Тут Проиграем Даггер Мне кажется Давайте Я буду Душить Даггейс Сниму На эффекты Будут Мишку Дэх Хорош Ооо Ток не меня Ток не меня Ток не меня Ток не меня Опа Ну я был Очень далеко У меня было Типа Ну Жесть Хилку не слей Только Пойдет Хорошая драка Мы их так запулили Найкс рядом со мной прошел Типа А пофиг Там абадон Я его бить не буду У него ультимэт Если у меня ультимэт Уже нет Полторы тысячи Кстати у меня золото Появляется Хорошо Можно чуть-чуть побить Чуть-чуть побьем Давай-давай Еще легкогейсни Несем походу Да Жесть Давайте Большой барак Действительно С динозоверами Нормально Кстати Спушили Хорош Not bad Not bad Not bad Так 2600 Есть Хочется Молнию Сделать Жесть Какой медленный Фарм Медленный Фарм Такой Ребятки Эк 3200 Наверное Молнию Выйду Лучше Башер Блин Вообще У меня скорости Атаки Вообще Нету Но Башер Будет Очень Хорошо Снайкс Я смогу Вгрызаться И в целом Лишний Баш В команде Это Ну у меня Под просморном В принципе Чуть Получше Атак Спит Чем Вообще Может Быть Не знаю Сомнительно Так Чен Минус Чен Минус Я по топу Пойду Тэшку Они Сейчас Могут Ответку Пойти Делать Попытаться Качели Джага Без ТП Плохо Го Уже Дефицит Надо Она Нет К сожалению Пек Давайте Молнию Молнию И получилось У нас Четверка Тут сыграть Ребятки Молнию Сделаем Потому что Тут нужна Хелпа Мой Мокери Молнию Башер Терраса Грипсы Вообще Не в Тему Типа Ну а Что Сделать Надо Переодеваться Переодеваться Надо Так На топе Гаргонович С двумя Бладстоунами Нормально Пойдет То что Нужно Такие Гаргоны Я люблю Хорошо Так Отлично Идем дальше Идем дальше Ребятки Хорошо Толкаем линию Жесть Какая пассивная Катка Получается Но тем не менее Мы идем К победе Найкс Фашер Там Очень Много Зевс Султану Го Б Никто Даггер Есть Я думаю Все Что Уйду 2К Имеем Гаргону Можем Задушить Интересно О Плюс Соточка Она Ультанет Сразу Есть Так Нету Даггера Нету Даггера Паст Вдвоем Тут Очень Опасно Сейчас Ты Я Молнию Дапы В любом Случа Если Что На Джагу Даже Кидать Будет Полезно Лотар Гирич Лотара Даст И продать Надо Даст И продадим Дадим Вот эту Штуку Хорошо СТО Какое СТО Пойхи Ксай До свидания Хорош Задушили Одла Низ Толкать Я тут Не нужен Вообще Низ Толкнул бы Я уже Не афакаш Бегали Бегали Не афакаш Набегая Низ Уже Толкнул бы Я Надо Еще Дофармить Соточку Кемп Как я его Просто Молния Есть Есть Даст Против Гирича Поехали Джаггер Наут Тут Делает В принципе Если Не Джаггер Наут Мы Дуже Давно Сдулись Снайпер 27 Который Вообще Типа Ничего Не Делает Столько Керим Джаггер Даггер Надо Из Чего Так Есть Даст Хорошо Я прыгну Наверное Первый Гирич Засыпает Вот Этого Мишка Хорошо Для Как Я Его Слил Хорошо Вторая Сторона Минусом Они Ничего Не Могу Зел Они Просто Стоят Придовая Катка Хорошо Да Там Гаргону Слил Он Даже Стангейс Не Нажал Джи Но Можно Отойти Мне Кажется Подарок Только Собрать Новогодние Вторую Сторону Изи Ломаем Просто Не Знаешь Что За Игра Там Тупо ХЗ Удраться Самый Мишки Нету Там Все Что Хорошо Опа Льончик Брат Надерусь Ооо Душу Вообще Пострашному Душу Пострашному Можно Выразиться Так Лоник Байбэкнулся Отойти Наверно Надо Отойти Наверно Надо Можно Прям Под Колодец Забежать Хорошо А тут Даже Лишнее Нормально Иго На Базу Б Пора На Базу Ити 3 300 Джаггер Покинул Чат Хорошо Так Ну я Не знаю Честно Жесть Какая Это Происходит В этой Катке Но Может Вам Интересно Будет Посмотреть На Эту Катку По Беспределу Мы Топ Сейчас Зайдем Я думаю Они Ничего Не Сделал Гаргона Блин Бедная Ничего Не Имеет Просто Башер Башер Сделаем Две Тпшки Башер Молния Я пойду Аегис Колотить Там Ребята Не знаю С такой Доминацией Не захотели Ничего Сделать Голд Тпшки Все Таки Нам Продать Придется Пойдем Аегис Выбивать Аегис Идем Выбивать Ребят Смогу В принципе Я думаю С башером Счеты Маба Из четверки В лейта Пошел Блин Ну а как По другому Мне Мне В четыре Надо Так Неинтересно Нам Четверку Надо Сыграть Так Ну почти Задушил Просто Морн Делает Вещи Еще Не вечер Да А вечером Суета Люда У меня Аегис Есть Для Девушки Сейчас Бы Девушек Удивлять Познаниями В донке Это Круто Как Вы думаете Как У нас С Кристиной Получилось Я Просто Сказал Что Я Стакаю Рошан И Она Потекла Хорошо Огонист Толкнем Башер Есть Можно Сейчас Наглую Драться Все ГГ Аегисы Имеем Ой Ребята На топе Дерутся Я бегу Стангази Жмут Я побежал Шапку Главное Чтобы не Слетела Шапка С головы О ГГ Ты Че Делаешь Браконьер Опа Опа Ребятам Надо Идти Ой 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 Там Гирыч Гаргона Гирыч Ну я Медведю Сбил Медведя Боя Медведю Сбил Медведя Бояться Меня Хорошо У меня Жагис Зепс Может Кстати Поливать Тупо Пашер Можно Опа Хорошо Найк Найк Стой У тебя же Маднес Куда Побежал Сейчас мы С Маднесом Убегать Баш Вылетает Все Найк Неконкурентно Неконкурентно Способен Вообще Баш Вылетел Все Там Под Маднесом С Духой Я не могу Даже Удавить Я настолько Я четверка Такая Какая-то Непонятная Четверка Получилась Это бред Честно Ребята Это бред А что поделать Так надо было Собраться Джаггерналду Помочь Чуть Такая Неинтересная Скучная игра Жесть Тупо Пинание Избиение Избиение Бабочка Гаргона Топ ломаем Хорошо Глипчик Опа Гаргона Ультануло Надо отойти Хорошо Дальше Пушим Медведя Сразу Что Мишка Крип Мишка Крип Чисто ГГ Но на этом Сейчас задушим Я думаю Баш Пожалуйста Хорошо Вискет Суск Делаю Годраться Просто Это Абадон Вы просто Заходите В колодец И деретесь Хорош Сейчас четко По таймингу Стан Да Оп Захилились Есть Аега еще Кстати Есть Аега еще Нормально Ребята Топ ломают Я развлекаюсь Ребята Топ ломают Я развлекаюсь Не умереть Только Не хочу умирать Не хочу умирать Бежать Ох Чем Хорош Вернул меня На базу Жесть Ребят Не знаю Такая На самом деле Катка У нас Получилась Абадон Получился У нас В Семи Керри Потому что Ну Джаггернауту Помочь Нужно было Немножко Ну и вроде Помогли С таким Снайпером Выиграли катку Я хз Я хз Я хз С таким Снайпером Это жесть Какая-то Пойдем Докупим Еще два Наверное Шарда У нас Секретный Билд Получился Такой На картиночку Секретный Билд Ребята Жесть Секретный Билд Получился У нас Хорошо Побежали С таким Билдом Секретный Билд У нас Вышел Пацаны Семи Керри Вышли мы Джиггернаут Много Сделал Тупо По факту Джиггернаут Эту игру Выиграл Мы чисто Помогли ему И все Кучуть Помогли ему И все Помогаю Брат Все равно От тебя Толку нету Говорит Все равно От тебя Толку нету Ребятки В общем Ребят Вот такая Катка Получилась Это получается У нас Секрет Катка Не знаю Скучная Пятидесяти Минутка Тупо Ничего Не происходит Раз кайты Раз смайты Раз кайты Раз байты Дефы Пуши Ребята Они пошли Оппоненты Почему напушить Не знаю Может вам и будет Такую катку Интересно Посмотреть Но В любом случае Я эту катку Оставляю Как вторую Наша задача Еще остается Ребята Отыграть В четверке Опять таки В четверке Это у нас Семи керри Вышла катка То есть Семи четверка То есть Половина четверки Половина керри То есть И Ну Для команды Чтобы помочь У нас все удалось Далее Что нам нужно сделать Четверку Хорошую Через дакторин И через аганим И конечно же Керри катку Через вторую позицию Ребятки Мы должны Также От души Поехали Некстовую Итак Ребят Загрузилась У нас Некстовая катка Отлично Погнали У нас Баним героев Баним тинников Инвокеров Всякую хрень Душим Четвертая позиция Окей Есть керри Интересно в катке Керри есть Норм Норм Керри есть у нас Интересно в команде Нужна четвертая позиция Ооо С Шишером Можно работать Гоу Вивер Го Вместе Во С вивером Можно работать Ребятки Вивера взяли пацаны Хорошо В общем В чем наша задача Четвертая позиция Будем играем Будем играем Четвертая позиция Летс гоу Погнали Взяли Слардара Погнали Абадонечка У нас свирепые пики Такие пошли Прям Жестко Прям жестко Летс гоу В общем Что наша задача Сейчас в этой катке Хочу потную Четверку Четверку Сыграть В Максимальный Аганимы Там Акторины То есть Максимальный Лейтгейм Выйти как 60 минут Постараться Игру Растянуть И поехали И поехали Будет все Огонь Будет все Огонь ДК в зале ДК в зале Еще А все ВД Отлично Куда лучше Куда лучше За окном Снежок И в дотке Тоже снежок Но next Катку Керри Катку Мы Ребятки Будем Играть На 85 Ру 5 Карты Потому Что Некоторые Жалуются Что Проблемы Со Зрением У Ребят Из-за Этой Карты Ну Честно Такое Себе Ребят Не Перспективно Пойдем С вивером Низ С вивером Низ Пойдем Государба Прикольный Ник Государб Так Хорошо Пик у нас В принципе Нормалиновский Хочется Жестко Блин Опять Грифсы Аркана Тут будет У нас Опять Будем Бегать Как в прошлой Катке Надеюсь Не нужно Будет Всеми Керри Выходить Потому Что Такое Мне Нужно Четверку Нужно Через Загоним Ребят И Чтобы Прям Такие Файты Были Людые Хорошие Интересные Каточка Была Чтобы Было Понижение Для Союзничков Какое То есть Чтобы Все Было Хорошо Взяли Скай Скай Кстати Хорошо Контрит Абадона Тем Что Дает Сайленс И Можно Очень Много Дамаги Внести Можно Очень Много Дамаги Внести Так Что Так Хорошо Отлично Остается Восьмой Слот У нас Что-то Будет Рандомить Походу SF 99 Лвл Давайте Ребят Ждем Союзничков Наших Что Они Там Пропикают Ну Парень Афк Походу Афк Походу Да А Берет SF Посмотрим На SF 99 Лвла Ребят Возьмут Сейчас Пятый Слот Еще Берет Что Такой Найкс Наверное Грязный Зайдет Или Мартрет Какая Грязная С критами Прикиньте Ой Как бы Тяжело Стелс Ассин Такое Так Интересно Кристалочка Тут как мы В четверке Давайте Куру я взял Подведем Поближе А то вдруг ЦМка не увидит Купит еще одну Все Он увидел Да Вот так Вот делаем Погнали Погнали Хорошо Погнали Все Напишем Вот так Что Отвлекают Ребята Очень Погнали На низ Погнали На низ Кристалка Сейчас Еще Одну Куру Возьмет Сто Процентов Варды Хорошо Хоть Варды Взял Не Куру Молодец Так Ребятки Наша Задача Аганимы Октарины Душиловка И все Будет Пуш Низ С вивером Пойду Сф Мид Сф Уру Надо Забрать Вивер У нас Тут Хорошо Феникс У нас Тут Подходит Феникс Но Феникс Зря Вышел Надо Засаду Делать Отсюда Могут Пропалить Конечно Но Все Рано Сф Уру Отдаем Сф Руна Руна Сф Он Мид Зачем Мне Руна Мне Не Нужна Руна Я Четвертая Позиция Я Четвертая Позиция Ау Очнись Вообще Парень Не Вкуривает Что Такая Четвертая Позиция Вот Дает Хорошо Руны Не Нужны Когда Ты В четверке Играешь Главное Простопить Тут Аккуратненько Пропустить Дедушку Вперед Чтобы Деды Воевали И Все Берем Тпшка На Подсейвы Вдруг Сф А там Будут Гангать Под Товарами Все Есть Момник Тут У нас Да В Армии Хорошо Опа Сф 99 Левела Погиб Походу Стал Первым Левел Я Я даже Там Тп Сейф Типа Ну Скорее Все Просто Первым Накидалась Будет Очень Тяжело Если Так Будет Аааа Реконнектед Я понял Он Залагал А этот Воспользовался Вот это Вообще Не уважаю Вообще Не уважаю Когда Так Делают Ты Будешь Фармить На Вивере Парень Не хочет Не хочет На Вивере Фармить Плохо Вивер Не хочет Фармить Да Без Койл Берем Хотел Щит Закинуть Нам Нужно Агрессивнее Играть Но На Третьем На Третьем Левеле Так Гауруна Гауруна Сходим Момники Ну Одно Название Сэф Да 99 Левела Че у тебя там Есть тараканы А у тебя инвиза Нету Лол Без инвиза Парень На Вивере Зато С гиминейтами И Как мы убивать Будем Я даже Не знаю Когда Вот Вивер Ну Афк Ладно Ничего страшного Да не нужно Там уже идти Что ты туда идешь Я не знаю Ладно Могли забрать Стали Если был бы Гиминейт Ой Гиминейт Шу куча Ну атакуй Ну ты че На вивере Ты будешь Бить его Или нет Просто Забегаешь Бежишь Атакуешь Видимо Нет Ладно Ладно Ребятки Ладно Пустите Есть Можно Поесть Ладно У нас Не зверь На вивере А Мишка Ягненочек Звер Сдм Пауру Качает Что с Сэфом Пацаны Сэф 99 Левела Так Щиточек Есть Legendary Хорошо Аббе Ушел Да Аббе Ушел Аббе Ну Абадон Да Тот же Абадон В принципе Хорошо Можем не знаю ты же можешь забежать напасть ужас какой-то разворот 2 дай не знаю надо подхилиться но еще один тип пойди не должен убирать но и сет конечно и как и вивер такой же вивер очень пассивный вивер у нас тупо афака не знает что делать просим может ли он активнее играть потому что но так не пойдет мы так игру не выиграем ну типа не знаю какой себе сф-03 печалька сф сотого левела на минус осуждая может подраться не не знаю что я тут давай 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 дальше 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 на чё ты боишься я тут умру задушит просто еще живой не успеет стик откатиться ну тараканы задушит его опа хорош идет инвиз есть молодец ну такое ребятки в мою цену в принципе нормально нормально в цену в моей жизни забрали мидера забрали мидера ты на моей жизни эти варки поставим один сэп пришел кайлом попал хорош хотя бы так я кстати ультам по ульту прошелся я бы выжил наверное но его не видно почти ультимейт было карты с минусами лютыми четверка пошла фармить так пойдет пойдет надеюсь сейчас sky не придет не начнем душить идет так почти есть аркана говардик поставим сюда на рунку и на низ пойдем вниз фаза на вивере а вивер на топ да ну я не спида постою зачем фаза на вивере собирают не понимаю возьми сделай птх у импакта больше куда sky на миду был видел эффект атаки его вот так да так базару 0 овощей за башу прикиньте еще и за башу опять сэпа там убили пойдет как надо в принципе я по плану с сэпом договорились чтобы он пофидел и потом интересная катка была так ну пойдет в принципе все ровненько пока что но омник помогает с лордар очень сильный герой вы из меня защиту снимает катку побеждает хорошо взорвался щит у нас это за диспелем у у меня почти есть сэп сотового левела пришел звер душит там давай сэп и давай кнопки туда вай какой сэп ну точно сотый левел по факту по факту сотый левел пойдет нормально сотый левел сэп ребята на топе что-то выиграли мы внизу убили омника не знаю почему ничего не нажал на омники на своем это непонятно я немножко подходим как хорошо снимать амплификацию сэп и можно снять но у него сейчас уже она пропадет прикичка прикич я не знаю я такая семья четверка но парень не хочет вивер вообще со мной играть он не хочет со мной играть я взял прям бивера вижу прям бой как хорошо думаю чувствует отлично что . сэп уже бусы ведь надо бы фарм еще четверка у нас получается такая знаете ну хейл вивер ушел просто ребят просто вивер ушел и все не знаю ребят хочется конечно с вивером поиграть верно то пошел вивер как будто или боится или что-то вот он как-то вот но не хочет со мной стоять чего-то ему не нравится здесь стоять со мной хорошо касочки полетели по танчик печалька так вот она пошла драка шла или не пошла реки тут я не успел считать тупо не успел жесть вообще ничего не могу сделать просто столько дамаги летит то что ты будешь делать ужас какой-то где вивер наш я хочу с вивером играть шаш происходит то ё-моё что я не понимаю вивер просто руинит почему не хочет со мной стоять он вообще игнорит жесть но такие снова я ничего не успел драки сделать там вообще нам вивер нужен вивер где-то фармил но такая себе катка непонятная вообще вивер что-то непонятный ребят очень непонятный ладно ничего страшного это четверка от меня тут ничего не зависит у меня тут ничего не зависит давай я тебе щас дам щит иду давай давай хель ну сначала потом дам щит щит дам потом хель ну ну господи вивер но нет с вивером каши не сварить ребят вы сами видите не сварить с вивером каши слишком пассивный игрок на такие ну ладно принципе у него свое видение игры просто мы тут изи можем игру сейчас душить всех он не хочет через чур пассивно играет есть ребята которые через чур активно играют есть через чур пассивные ребята вот это слишком пассивный парень вообще жесть просто пассивнейший ладно ничего страшного научиться бегать активно под абадоном прям но под абадоном прикиньте на вивере так пассивничать я не знаю ладно короче наша задача какая далее мека из команды играть постараемся как-то поцеливать лучше не знаю я не успеваю ни щит никому ничего кинуть там туча щас тучи вышел опять там таргет не успел ничего не успел и гг рекуру там уже гг там уже гг с фениксом тогда поиграть что ли феникс летит мне бы еще сало снимать древнюю печать ская снимать потому что невозможно будет эти хил продадим там на тапе суета погнали виверу гг сф кастует на сф сотовый левел а тут же сейчас сф же поломанный мы без сфа будем играть туда там не успел я сало сало это джи джи сейчас мека будет я скорее всего умру все равно бегу ну может быть и поживу щит есть еще слетел щит но кстати урон я блочу щит очень сильно maledict контрит если я не получаю не не теряя здоровье там алидик ничего не дамажит вообще гу почти мека есть он бедный феникс живет еще брат если успею помогу вд рожь мека есть вот это я понимаю актив пошел я понимаю актив так есть фростмор щит помогу и верующий даю хорошо молодцы щит виверу дали но там уже не нужен был он псфу снять намеку нету манки к сожалению ребят есть я бы я бы мамы нет вот теперь класс вот теперь классная катка видите как она сразу если мне за вивером походу надо ходить давайте заходить тогда будем за вивером я не знаю что нам остается потому что вивер что-то но непонятно я не понимаю как вивер играть то есть я попросил со мной стоять то есть мы вместе можем line выигрывать вивер или игнорит или что я не люблю сейчас на таких игроков потому что но с ними нету никакой коммуникации то есть если человек адекватный он сразу ответит и сделает какие-то ну решения но в данный момент мне приходится под него подстраиваться потому что он играет непонятно как и надо под него подстроиться просто играть под него что в другого варианта не давайте даст и возьмем гоу драться что ты боишься вивер всего боится снимаю с тебя silence брат я уже снял с тебя сало не жмет кнопку то есть я не должен тут умирать хорошо ребята надо бежать а я умер все равно никого нет в ряду никого рядом нету темка боится где-то вот вроде все рядом были да вот здесь я смотрю на них надо идти они пошли куда-то непонятно ладно не страшно так ну и сэп еще будет по ходу этого забирать до нормальный сэп сотового левела все-таки пацаны сотовый левелом такой сэп конечно позавидовать таким сэфом я вот мне очень интересно почему так но еще и без стиков кстати без стиков игнорщик тупо на вивере так погнали но там без вариантов не разменяться ребят такой так он драйв такой драки помогать помогать ладно я тогда буду бежать вперед что делать next огоним делаем ребят держи бегу вперед серьезно но мекку не успел даже нажать с души лавка я под касками просто стою виверу сниму кнопочку абаддона новую омника надо убивать а не могу я салом нет холи тупо сало дали прикиньте сало дали всем я не могу законтрить ничем жесть вот это катка конечно я не успеваю тупо сало дали хорошо я подкилю держись кристалка не прожила не прожил вивер вот такие мувы нужен нам там слишком много сайланса отходим уходим хорошо диспелем сало дает отлично я ухожу нормально все хорошо жесть вот катка должна быть вот такая под вивером когда вот такая беготня знаете прям хорошая а блин не успеваем там но вивер еще и без стиков из файзами виверу чуть-чуть хп надо и чуть-чуть стиков и катка вообще будет интереснейшая интереснейшая катка будет и она не стянусь пока фарману быстренько оба грифс есть хорошо эсэр сотового левела душит хорошо кто-то на низ то пошел очень много на крипах сижу ребята в топе дальше берутся да я сделал гриф свой фармил сакрад покупает у нас феникс эти грифсы есть грифсы есть чуть-чуть вторые не купил были в деньги купил бы есть грифсы хорошо в пятером подарунок хорошо со . даст и есть у меня раз ты есть и пешки двинца хорошо в рост море и поехали иллюзия настоящая иллюзия а нет настоящий лоб нормально пойдет так есть я сначала подумал это иллюзия так внизу два героя sky сатасом пускай в принципе ничего нету не страшно хорошо кристалку похилить куда ты убегаешь подойди ко мне вивер там побежал ладно я пошел на низ и знаю вивер беда какая-то ребят вот сугубо мое мнение какая-то с вивером беда что-то с ним не то что-то с вивером не так ребят что-то не так посмотрите есть такая штучка так ладно делаем аганим и аганим сделаем нормально будет вивер немного теряется в этой катке не знает как с абадоном играть видимо наверное может даже вообще не знает что абадона скиллы делают поэтому так играть вот точно он просто не знает как скиллы у него работают ну пойдет он наверно просто не знает как работают скиллы абадона поэтому он игнорит так просто так пояса поснимем хорошо пойдем т2 и 2 год просморн хангерс унгерс аганим чик делаем если б не сф уже проиграли бы давайте может ему фпм напишем может он з-в-е-е алло нами играй вот так может виднее ему будет а то он сидит может не видит ничего я не знаю феникс брат а еще и сало нося сало меня жестко сало меня жестко закон пила кристалки даже не было в принципе знаем и так проиграем и все так играть будем доту можно пройти его бою что-то зафармить вместе парни пузы надо центре от цем у меня даст есть я принципе тоже четверка давайте даст и центре и погнали там очень сильный пик у них посильнее пик чем у нас у нас руки слабые нас у вивера руки немного отстают dsf а вот и где саша все понял тебя он парень не знаешь такое четвертая позиция блин жесть что делать абадон это четверка вообще абадона никогда не берут в лейта в серьезных играх абадон это всегда четверка если будешь смотреть это видео знаешь что абадон это всегда четверка абадоном нужно играть четверки чаще чем в керри и тому подобное потому что это четверка тут больше нечего сказать четверка это четверка это не единица это не антимаг то есть абадон антимага уступает даже даже реки мару уступит типа реки мару не самый топовый лейт керри типа уступает в любом случае так почти огоним да хорошо за в спину нам там пошел спина кто-то пошел тратца парни глип чё не так в бэкдор а если сейчас глип нажиму подло хп да прикиньте замедлил подал кнопку я не успел кристалл ки подхилить лицо оба ну я быкую просто как не знаю как божественный какой-то бык божественный бык какой-то брат снимают эту штуку но ребята что что-то там сзади потерялись я один в четыре забежал просто туда и все ребята боятся у меня еще ульт есть сэв боится бить эти так вот делаем я же тебе сало снимаю почему ты 2 не юзаешь говоря уже других кнопках на мне сайланс висит реки не видите что ли хорошо хорошо не видели реки пацаны я бы на базу ты чё феникс пишет рядом с реки мару ходил просто в ауешке 200 единиц в ауешке ходит 200 единиц ты чё там феникс говорит дать третий жесть ребята потом будут смотреть и позориться такие блин как я так играю а потом такие же ребята в чате и пишет что одессы там слабые то делаешь что делаешь ребят всегда выглядит со стороны намного легче пока я не поняла читая без шапочки своей новогодней для это упущение я упущенец пацаны что-то я прогулял что я первую катку в шапке писал 2 без я думаю чего-то не хватает новогоднего настроения не хватает ребята это плохо это нужно пап так ребята настало время проверки синяя или красная давайте так ладно красный хотел что-то придумать по факту мы не придумал поехали главное красной шапки быть и все красной шапки поехали виверс молнии без линки пига печалька печалька так пойдет хорошо делаем вот так вот но тут кд next окторин делаем я даю смягчение на типа там срать на это смягчение вообще понадоба раньше юзать раньше надо было за юзать да господи отпусти ты меня что ты хочешь среди как душит ну чё вы его боитесь он в меня втанковывается жесть я чуть не умер хорошо что его не поддержали есть жесть лютая катка из-за вивера проигрываем по сути вивер немножко на коре теряешься теряется не понимает что делать а у нас сэп еще без ультимейта ребяту короче багу и сэпо тут на ульте он короче не может нормально ультануть то есть как он ультит но к сожалению ультимейт ложевый очень сильно как у меня есть кнопки феникс брата могу ультану мягчение даю на я встанет я встанет не успеваю я просто не успеваю хилить свою команду о это наш кри пачка рожь салони мне дали вирус щит хил виверу и и и и и и меня маледик душит маледит сколько еще будет еще один до маледик хорошо надо дефус вообще было делать я скоро ульгу и твоя вивер души вивер с шапкой это радует хорошо но очень хорошо деремся в драке ну держимся именно в драке хорошо но есть проблемка есть проблемка и вир боится вир боится ассф еще такой такой себе так вот так делаем опа есть кнопки спасибо так ну вот это такое себе у вас ландар кнопку слева хорошо так делаем ходим надо отходить тут почуть а можно пожалуйста сф почему-то яйцом не дерется так до вивера дойти не могу не успеваю до вивера дойти снять ему сэфу надо снять кнопку все из вивера за дисплея надо сэпу кнопку снимать хорошо души его души души кто-то там реки в спине реки в спине надо отходить отсюда я ребятам раскидываю но дамаги не вливается сэп под яицом боится драться то есть яйцо поставил феникс сэп не дерется так ладно страшно вроде драки как-то под выигрываем вивер может приоденеться ну реки от реки надо ген двенство есть даггер попробовать сделать сделано уходить отсюда я можно еще щиток кинуть так даггерочек даггерочек берем ребят для команды команде помогать команде помогать хорошо что будет чуть чуть лучше чуть агрессивнее будем плейте щиты по кд своей команде ну жесткие качели вот так будет отлично так на топе с лордар пока без бкб твоих вивер хоть начал что-то читать радует так хорошо sky тут мне дали 2 да ребят как-то подцеливать я не знаю помню ники так пацаны меня душат чуть-чуть у по хорошо даю понижение дамаги чуть-чуть чуть-чуть понижение дамаги ребятам дал рож на 100 кушатся и веру топ-дэффить жесть нам с лордар ломает просто ни у кого ты прыжки нет у меня вообще в кд ужас просто ужас какой-то почти сломал почти сломал каталажку заморозь на цемке ладно так но пойдет траку выиграли в принципе до минус топ но это такое актарин почти есть актарин почти есть до 400 золота даже половину нет это норм так даст и хорошо цем продай нулик варды сунь я куплю мне даст ему стики нужная вещь феникс брат варды возьми у меня слота слота нет подраться нужно пока ты драться не знаю мы бы очень много делали если бы пока ты дрались феникс что там варды взял хорошо виверлин имеет отлично имеет линку критично низу с макабы да хорошо зашло бы так у с феникса если что снимать все что нужно вот так вот пока ночь щит на себя и пойду 1 пойду 1 сниму снимай снимай давай 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 рожь губы т2 пойдем хорошо я не стал т.п. язык потому что возможно реки сейчас будет вылазить кого-то вырезать цемку наверно думаю реки по-любому под ногами а вот он еще вардик нам стоит туда слордар крашнул ты чё не видел что ли то есть брата ultimate нажать пойдет хороший драк сф подхилить успеет да и ультимейт сф вообще ноль урона просто вивер брат вивер брат даю кнопку но мне плохо будет да феникс тут феникс тут или где ребята чё феникс ультани брат что за хрень что такое почему никто не дерется цемка не ультит ничего не дает жесть феникс просто меня отдал сейчас умрет сф счет моей команды ребят честно я их не понимаю вообще если бы я знал что феникс не будет сейчас ультовать я бы вообще отошел серьезно честно ребят но посмотрите сами посмотрите объективно игру и оцените но это же есть какая-то прям вообще не понимаю свою команду не дерутся я один стою здесь феникс может же подойти прыгнуть дать кнопочку он улетел я понимаю но просто под подлететь чуть-чуть и поставить хотя бы яйцо на мой под сейф или на размен жесть но вообще просто игнор вивер игнорит феникс а жесть ребят ну потная игра очень тяжело играть в четверке ребятки когда играешь ну обычная можно сказать обычная к . но немножко не понимаю ребяток почему они так боятся что ли боятся наверное ладно ничего страшного все равно мы выигрываем как бы по чуть вроде да на четверке нормально я тут отыгрываю моя задача это отыгрывать в четверке как видели хорошо хорошо вот так вот у нас вот это работает если что давайте так возьмем вот эту тему хорошо душем так ребята там уже пришли до вивер будешь брать господи ладно я тебя понял брат если будет кнопочка нажиматься я нажму кнопки хорошо жму понижение для кристалки жесть кристалка видели сколько дома не впитал жесть вот это то что нужно катка ребят полностью показывает насколько хорошо захвата гоним отлично просто понижение включил там вообще урона нет низко вивер даже вниз не захотел забирать не захотел забирать сожалению а его акторин к сожалению тут с драки их не вытащил жалко да но очень хочется с акторином как можно чаще так ультом сейвить ребяток сф там пошел фармин нормально хорошо в целом столько недочетов конечно по командной игре но в целом в целом все отлично ребят все отлично идет командно душем но если честно я ребят все таки всех направляю потому что у меня опыта чуть чуть побольше игрового так сказать на коре вот пойдем отойдем к дешим и гон то есть чем смысл я как бы ну по опыту в на керри то есть на керри я бы совсем тут по-другому играл на коре тем более вел бы свою команду как нужно то есть тут видите чем проблема я все равно равно как бы ну ведут свою команду вообще не смешно своим какую-то фигню делает я в любом случае веду свою команду вперед то есть я как кор отыгрываю свивер должен как пор отыгрывать но он не может у него что-то не то скорее все понимание не то хорошо единственный минус того что я жму ультимейт на пациент своей команды это в том то что я не смогу подсейвить себя в случае когда начнется так сказать ладно я понял цемка дурачок от 1 до 10 ребята цемка насколько дурачок пожалуйста студию напишите в комментариях ребят по поводу цемки делаете ли вы так своему так сказать помощнику четверки такую грязь можно сказать сейвлю не знаю типа на кристалл к жесть как живет до 6 под моим ультом плюс феникс это что вообще такое жесть стока стока кристалл к впитала вы видели 50 процентов урона меньше чувствует уже gg по поводу бд дает вещи так нет не надо у меня склянки кидать а еще и диспел дали хорошо голова дальше дальше вивер брат работы ладно не хочет нормально жесть видели как я ценку за сейвил плюс феникс цемка жила долго очень очень долго жила он уже просто остал остановился и просто бил с руки тупо он думал он уже сдох то есть понимаете насколько это жестко это работает люто очень лютым его по душам меня не пушку что все все дайте куру там что там с курой все там с курой не могу я в его ли хорошо а его минута эти драться свд будет крутить да да и вот такую штуку пен брат хорош но тут я уже не подсейвлю надо уходить и на нету кнопки уралью за б можем убить же хорошо не знаю чем так душит просто побежал с видел все б кристалки надо мут выдать давайте так сделаем . много пишет там что-то еще и обзывает так некрасиво некрасиво а как тарин почти есть хорошо почти есть токторин чуть дофармить можно его упала и сейчас остается докторина их пятером надо мы еще не выиграли эту игру можем проиграть и за несколько мулов тупо за несколько мулов саша да с фсаша хорошо сейчас будет так тарин у нас еще два слота остается но там хиксы остаются всякие в лейтгейм но 47 минута уже ребят у меня не до фарм но я в принципе я саппорт у меня тут и фарма и не должно быть но артефакты лютые получаются сделать так 700 золота парды надо монетка монетка так курочка в магазинчик полетела хорошо вот этих крипов забираем просто золото хорошо отлично все и ронга направляем команду свою так есть так таринус минус кристалл к б б б б б рано кристалл такие катки играть ждем рез и и и игорь этим ся имит все вот наша задача еще задержимся имит в общем сделали мы акторин окей акторин вот сюда зайдет у нас hex и еще что-то на под сейв команды с это главное чтоб не поймали еще акторин есть можно поесть столько сколько стать щит с акторином подальшееся 3 и 9 4 секунды все можно накидывать правда дистанция обратительно так они ушли да хорошо гем бы взять б гем денег нет права смакан мовку жесть катка такая знаете но интересно на самом деле там кстати кристалл кибака кристалл к может сейчас очень сильно дамажит бкб до грязи и потом поймали дам сладар нет норм а пошло дело это ну хорошо да чтож меня там эти каски маледикты душат отлично всем к ворвалась задушили я еще ультанул там но ли урона в этом мульт поставил на ему сразу же там прекратили этот ультимейт вниз и кажется это же конечная без сэпо если мы ну там сладара не было вы видели сэп фармит папа к сэпфармит у меня ловил какой сэпфа ребят похилить ульт уже есть если что 7 щиты накидывать буду сейчас нормально ну вот четвером душем сейчас спорта низ чуть побьем у реки чтандаде брат и дуб я заберу я заберу хорошо счета вообще там реки занаглел будет рака он до нем хорошо кристалл к живет я даже у меня ультимейт бьет кристалл к еще чуть-чуть жопу подставил все нет ультимейта меня фокусит парень на sky по хорошо эсэпу надо скинуть минус армор подхилим эсэпо ой сладару дал хорошо еще подхиливаем хилим эсэпо эсэпо просто стоит дерется чаще делать да скажите вы чаще делать отлично мид мид без обид хорошо нормально мы так зашли на не могут они могут они подарки собирает реки чтам душится и кажется реки там не доиграл есть чуть-чуть грубо б б б б хорошо ну аганин вообще же сейчас лютая тема как кунки корабль только прикиньте нужно фокусить абаддона то есть если вы сможете в нормальной катки зафокусить кунку то абаддона вы не сможете зафокусить абаддона вы реально не сможете зафокусить потому что абаддон в любом случае нажмет кнопку 50 процентов урона союзники не будут чувствовать 7 секунд это же жесть какая-то вот в этой катке это хорошо показано насколько это жестко в четверке напишите свое мнение ребятки по поводу этой катки в целом понравилась она вам или нет но и катка еще не закончена желательно хекс бы еще доделать на хекс доделать еще хорошо текст бы доделать но сф сотого левела у нас задачу как гоу остается чуть-чуть у нас до фикса 54 минуты такой катки жесть пусть берет сф этот сотого левелом сыр сыр берите у меня гемич с омником не могут победить катку это гг хорошо рикич сэпу даем диспел о показке в меня отлетели но нормально опа сэпу даем лордар не потянешь брат никак хорошо жесть я и сэпу просто помогаю и сэпу и все тупо ну ггг сэпу помой помогаю и все вот если сэпу перестать перестать помогать но у него там аегис смотрите ультует душ нет вообще это баг в этой карты сэпу он сэпу вообще ничем не помогал ничего не делал сэп как крип погиб да не могу сало дали прикидал сало надо отойти отсюда я так чувствую для ульта ну как я не буду туда прыгать вот рончик падает у них уже хорошо не могу выйти жестко получается ггшка ребят вот такая вот катка у нас вышла на абадоне с аганимом не знаю надеюсь она вам понравится так смягчение сэпу даем еще показывать насколько это жестко не могут убить и сэп они могут не могут 50 процентов дамаги не чувствуется не могут они убить еще хекс бы положить в инвентарь да было бы круто но жесткая катка жесткая в этой катке полностью вы я думаю увидели как работает аганим на абадоне принципе на четверке ребятки мы уже сыграли жалко что билд мы до конца не доделали получается у нас сюда еще хекс вкладываться должен ребят я вставлю картиночку что якобы хекс тут есть и полет катка но это чисто для понимания что у нас должно было быть тут еще хекс на и принципе с гемом и так и ходили бы и должны были так катку и закончить вот такая вот катка ребятки тут тоже бывало ошибались но принципе я считаю что катка более чем успешно ну напишите понравилось вам такая катка или нет ну и что же остается у нас конечно же абадона в четверке мы уже сыграли получается сколько три катки но одна семь и четверка получилось потому что нужно было в кере перейти и остается у нас через мид жесткая керри к . ну интересненько я думаю тоже будет и в принципе все погнали next его ребятки сейчас будем играть двойки в четверке билд закончен и так ребят загрузилась у нас крайняя к . сейчас мы пойдем на центральную забыл косточки накинуть и сейчас мы сыграем на абадоне через файзы армалет и далее будем выходить вскоре может быть сделаем еще и радиенс но не знаю это конечно же я не знаю может и сделаем может и сделаем но думаю думаю сделаем но чуть попозже самая главная фишка это сделать конечно же скале ну вообще выйти в блюде лейт лейт героев лютого и думаю все у нас получится думаю у нас все получится хорошо пп брать не буду так ждем ждем опять подписчики запуловились душить будут меня сейчас нормально сейчас в общем соберемся за души да вот хорошо будет хорошо так хотите берите хорошо к локус экспо погнали оба дончика чтобы знаете как лок прикольно взрывается когда оба дона убьет сегодня так лука забавно выглядит хорошо в общем остается нам что на фармить давайте через армалет по-любому пойдем армалет джаггера цель хорошо пармем фаза дефолтный выходим в армалет скорее все через ботлик будем играть может быть и сол ринг вместо ботла чтобы дополнительные регены были дополнительные мана на щиты и вот так вот было вот так так что вот такая тема всем новогоднего ребятки настроение давайте в и от хер и от хер и от хер снова напишем не знаю обещал с тобой на 85 и рука там сыграть но сыграем новогодние атмосферы ребятки новогодние как нам могут новогодняя атмосфера должна быть надеюсь гайд этот посмотрите всех с наступающим еще раз от души всем спасибо кто смотрит и продолжаем мы ждем пока ребята на драфтят что-то себе на драфтить что-то себе еще на вставочку надо что-то сделать согласитесь на вставочку нужная вещь о котл это страшно котл это промахи котл это о санта клаус пишет депо дар и санта-клоз подарки где санта-клоз да конечно страшно взял но я могу и счетом снимать его 2 новогод надеюсь эльфа не подкачает и пришлют подарки от меня спасибо вечером заходи подар подарки будут разыграны все нд включаем и поехали ну такое кстати вот керри билде прямо тут хорошо зайдет так но нам главная задача сделать скади в любом случае обещался сыграть через каде как я тут без каде буду играть не знаю марджован там о марджован это тот самый любимый антимаг 215 который тащил катку блин это то же самое что сотового левела этот с.ф. так берем мангусик мид вот так вот значит да и вот так вот отлично все погнали центральный клок джага и перскелет нормально будет с кем драться с руки проверим абадона на стойкость на стойкость наша задача сделать армлет через армлет тут будем играть пазы армлет получается пазы армлет скади молния радик кираса что типа такого и потом меняем армлет на дефолтный abyssal какой-нибудь и все и усен ставим латент 45 ребят облагает поход интересную каточку хочется не хочется 4 на 5 там 4 на 4 хочется 5 на 5 чтобы на вставочку и все на вставочку еще ничего не было сейчас забахаем чуть на вставочку конь красивенький красивенький трипл килл даже его достаточно будет для того чтобы на вставочку дабылкил такое себя трипл хотя бы трипл килл так на вставочку мне на вставочку надо еще что-то пацаны на вставочку играть будем тут через три-два так как играли уже в четверке три игры это первый второй мы макс или так что тут будем душить через другие кнопки не будет хука надеюсь отлично от этих руки божественные так ребята на топе дерутся джага крутится будет нет не хочет крутиться на хорош там рука цель для какой хук божественный неплохо рак спам больше спам много спама пуджа в миду буду насиловать кстати хорошо пуджа в миду насиловать буду хорошо пуджа в миду насиловать будем сукс бы 30 дня какой-то парень у нас тут на миду подпишник кстати берем пассивку паза надо будет выколоть динферстом пазы выколоть динферстом и далее души и будем не люблю если честно две ветки брать но иногда беру их и это сейчас напряжено тем что ты берешь когда ветки две у тебя очень сильно инвентарь срется то есть тебе ты вынужден доповать стик там где он не нужен принципе вот тут на миду этот стик мне не нужен вообще против пуджа какой стик так все линию от пушим давайте отойдем чтобы поближе чуть-чуть у нас вышел путь чтобы мы могли вытачковать собираем крипа отлично хорошо обьем щит его отойдем хорошо сейчас щит спадет по идее уже четко так там кто-то на руну пошел да хорошо ну фармим free фармим ребят спокойно главное пассивку раскачать иллюзия с иллюзия не пойду думал кто-то там ганга эти делает ганга эти против милишников абадон очень сильно стоит против алхимика изи стоит если алхимику никто не поможет в нужный момент абадон спокойно с ним справляется прям на ура под щитом не наносится не часа цида можно спокойно стоять под фармами поэтому как бы но проблем никаких не должно быть у вас против алхимика когда стоите главное дозировать инком урон и все хорошо по заколотим ребят надо фаз чуть-чуть до файзов в принципе пачка крипов пачка крипов путь бедненький ничего не может сделать но на пятом левеле мы возьмем щит показываю как если что играть ребятки на медовом абадоне если вдруг вам захотелось порохлить пофанится но говорю так нежелательно делать ребятки убраться кстати можем зобычить нормально так нет не можем лучше не рисковать базы будут сможем спокойно убить его хорошо и даем себе ману можно будет спокойно под тэшку забегать с хилочки включенный если что ману кинули опа сейчас шестой левел шестым вообще изи так путь пошел на руну да сейчас будем пуджа душить парни есть фаза опа побежали это наш клиент все он отдался смело я подведем хп так и щитом забили его пуджа этого еще ману даже не потеряли тем самый кайф вы сами себе можете сбить щит перебав его просто это самый кайф вот у меня нету дескойла но тем не менее я пуджа убил потому что у меня был перебав так там ли ури где-то леса колодит и так понимаю да ладно не будем бегать за ним хоть возьмем stick который обещался и взять и блэйды будет у нас пол армалета уже 31 крип на этой минуте это очень хороший кс можно чуть понаглее будет играть чуть понаглее хорошо сэс пишем путь куда-то стпшки мог уйти 4 левел леорик придет курочка пассивку в тройку пассивка в тройку у нас имеется атак спит будет хороший пробежимся далековато далековато был бы чуть поближе можно было бы по уж там душить пошел но я могу кстати под тэшку тут бежать сила абадона в том что у меня есть ультимейт и вообще не кайф поняли в чем ошибка я побегу я очень быстрый хорош килим все убегаем отлично ману все просадил надо было ульт не включать я ульт включил зачем дару попутше слово хп я ульт включил это моя ошибка была так бы я ульт верни не ульт стан бы снял и туда бы не побежал в любом случае я ничего особо не потерял я не умер и тем не менее нормально все так почти есть армалет почти манга оставляем на на этот на особый случай ребята умирают да я креплюсь тут у примны стою с на рунку сбегаем у меня 44 крипа на 6 минуте это очень много это тупо full free у джаггер нам лучше джаггер душит хорошо фармите стаки парень просит на руфе но пока не фармим а что фармим крипов в виду после армлета сразу будем скаду и делать на статы хорошо отлично делаем армлет давно через армлет не играл на нем оба дончике отходим глиб топ сломали до плохо плохо что топ сломали сейчас нами будут перетягиваться мне к тому момент как они сюда перетянутся надо сделать армлет чтобы максимально душить хорошо есть армлет все два крипа нормально лучше бегает шаману надо имеем ребята там дерутся но сейчас пойдем помогать есть армлет тело как раз через рунам через пуджа рушь его еще чё за руна монета пойдет 9 раз то что нужно так имеем да все погнали джаги там что то есть 6 я бегу диспейлить если что будем себя потом ходил такой жук отлично бежим догоним вот этого на коня мы что же на коне они от ранквил не догоню его и от ранквил там что-то зафармить надо вроде как догон уж хукает вон он путь к у его почему бы и нет и сюда пока я буду отбегать он там выйдет уже и сюда да ладно я хотел его за ласт хитить но чтобы он не засуицидился нужно было выключить армлет просто и побить и все так ну сманы у меня проблемы до пашечку хорошо так сделаем по мангусик в помойку джага там по тэшке идет ну рух там давал какой-то под сейф что у меня по крипам очень много я прогулялся по лесу ребятки крипов мало у меня 60 так бы если я не уходил с мида и не подпушил его 70 крипов смело было бы таком при фарме хорошо имеем так котл на низу до удушить у джага табло у вас под носом так далее посмотрим по фарму либо мы соберем себе либо мы соберем себе сейчас радиенс либо соберем себе с кадет я думаю с кадем будет пармить дальше руль отключаем побежали ля ты какой хитрый хитрый не догоняет не знаю рук наверно спалил как локус там еще джага имеет хорошо жесть смык как жестко задушил хорошо так полторы тысячи имеем я не могу догнать котла что-то с этим надо делать так у нас мид там подпушиваться будет да ну котла сейчас тут задувками будет душить за товар зайти вот вот тут не туда хорошо что он ушел не бегать тут под тэшками отлично ну сюда т.п. одну тычку дать не догоняю прикиньте не догоняю на коне на файзах и не догоняю у скади решит этот вопрос вообще же есть как решит мы просто будем грызаться и все ванны конечно у меня лютая проблема лютая проблема хорошо так есть отлично шага фармит шага фармит попробуем радик может вы фармить про ген сам просто быстро фарм пойдет любом случае кто-то забрал пару не я не пойду в мид вернемся сделаем т.п. шкаманку я думаю крипа щас будут вот здесь вот хорошо от ласт как говорится отлично здесь кнопки нормально тыкаю его кстати бодро бодро тыкаю бодренько а радик сделаю наверное надо драться внизу вам файда пробуем там котл душит котл душит некор что качают ауру максит я не понимаю зачем некоторые некролайты ауратма ауры максит она же в начале не так сильно бьет и понимаю вот этого я немного они знают что-то синергии никакой из команды нет у нас это фарм надо делать неистовым опять-таки фарма без киллов не бывает качественного давайте отойдем он иллюминает за максим у джо не вижу по карте ваш п адка будет очень серьезно джаггер яшка ну я уж точно теперь джаггера никак не догоню несмотря на то что на коне и вообще очень не догоню его монетка секерт нам крутит ой прикиньте если бы сейчас он выходил джаггер жесть какая была бы хорош можем пацаны и достаю дескойл тоже не достаю пошел на по отлично кормушечка есть наш с левариком так неинтересно будет если леварик выйдет лад 50 отставить прикиньте и по такое вот что я не хотел 3 4 на 5 походу сейчас и будет 4 на 5 ребята но это такое себе поясе 4 на 5 это такое себе продушиться брат жесть как я его душу я застилить прица специально на радиенс ради hens то пойду душу тычку ему дай да ладно не знаю рук не бил одна тычка просто не захотел он дать ее эту тычку ладничка гон на базах пойдет драка все равно успешно не понимаю я немножко почему рук не стал бить а я ты пашку такую начал еще делать там порим как называется ты пачка называется ссори я ухожу фармить а не удалось так погнали в мид побежали так денек наступает у нас тут а крипов у нас с застопил но это мой сокрыт все-таки в радиенс пойду после радиенса скади буду делать все таки как то так поиграем на крипов пошли они часу тут будут выходить их любом случае хочу зафармить жалко что вот этот хп которые теряются от армлета они идут не идут вернее в щит и засчитывается в щиток это плохо конечно так есть у нас все дело такое фармим хпшки теряем под армлетом просто очень неплохо так теряем полин щит упал ману потерял но сократ есть да в лейтгейме будут проблемы с абадонами у них я думаю с абадонами будут проблемы у них хорошо ты пашечку пашечку юзай крипов армай с радиком вообще можно будет еще наглее сыграть а . пассивненькая получается у нас он обставочка что-то по-любому сделаем перед армием в эншитов час от золота есть секертом парминг они сплетят я не могу за всеми успевать у нас такое ощущение будто ребята все в лесу сидят и лайна я один только отпушиваю это плохо а еще хуже что теперь вот я сейчас просто у меня ультимейт потратиться давайте сразу включим вот это сразу включим вот она фарминг включится за фарминг опасно не хочу выходить это на базу есть ульт у меня в принципе почти от к походу 1 на 9 до будет так 1200 на базу пойду опасно хотя можно пойти вот тут крипов фарминуть линчат сульт уже будет опять ульт когда выйдет сикер тут бедный фарминг хорошо в радик есть идет 18 минута радиенс так но у меня ультимейт сбился сам вот этот бака которым я говорил ребят неприятный очень неприятный бак с этим ультимейтом на абадоне он сам включается когда у вас ну вот просто вы не получаете урон он сам багается включается так леорик корм лет имеет тоже на низ сейчас можно будет не ставор не ставер правда там этот не даст парень на котле не даст пушить смело так уже по-любому даггер есть так у меня почти ультис да даггер есть по-любому как я сказал локус локус у меня братан имеются кнопки можно ударить уже разочек чтобы замедлить будем драться тут ну давай но по давай 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 хорошо опа 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 нет него по а ультует я понял бб жмёт бежит я уже думал что-то на вставочку будет он бай байк жмёт и бежит на джаггере курочка не слейте ё-моё так но это нормально была драка в принципе но в меня у меня слэша зарядили ссори с хорошо из красава хорошо зашел почти на вставочку что-то было мне тут в любом случае надо что-то на вставочку и торгу возьмем ребята арба нужна нам замедлять в любом случае сейчас ска не выходить будем жестко жестко мне понравился этот файл у нас в команде 0405 17 ребятки три парня у нас немножко не доигрывать не получается наверное но оба долг керри эта вещь я вам покажу погнали эту катку мы выиграем в любом случае хоть рапиру придется собрать вообще пофиг в это рапиру стики были но там уже видимо они в кд были стики так джага там хорошо вы иди сюда куда побежал быстрый ниндзя ниндзя быстрый дубль 2 заход дубль 2 заход а вот тут кто-то был блин запарил этот парень на лего реки что у него там ой да ладно монолик прогулял 6060 маны осталось серьезно вот но котл это просто заноза в заднице отвечаю вот у заноза в заднице сирис они меня могут так просто одну кайтите все да что с тобой для я опять не увидел что монолики ну это же есть такая заноза в жопе этот фото будет не убить никого не задушить не не пройтись не ничего не сделать я не знаю я тут нет ничего тут не сделаю котлу я фарм невозможно так у меня нету ничего пашками маны нет правду уж с хостой это плохо мы не заберем и сура будет брат хорош пойдет есть красавчик вообще радует на самом деле я спросала вообще собираем есть красава два раза уже а я стак на брата я даже зафармить успеешь хорошо так ну это скади вообще даггер желательно взять да с даггером типа я смогу вещи тут делать но получается скади даггер мне даггер нужен из-за котла чтобы его врезать просто прыгать в него и душить его скади даггер и молния какая-нибудь что-то такое получается но вы желаете я хочу сказать еще сделать чтобы я просто был куском таким жирным чтобы сочный жирный кусочек было все хочу так знаю как вы но я так хочу в лес свой я не могу пойти там нету крипов пойдем в лес оппонентов хорошо как обычно в принципе как я делаю в ниндзя на джаггере еще играет смотреть что делает но монолика нету них вард что ли тут стоит он так рано кидает он же тоже слепой котл днем вернее ночью вард скорее всего тут ops ops сто процентов огур нету ой куры ровный умит либо едут там нет сколько 5000 надо на скаде 5к на скаде так тпшки нету в драку если что это плохо сейчас свой лес пойдем 3 200 у нас в нашем лесу сикер беспрестанно фармит просто тупо по кд а там пушь даже стоял по ходу чайка фармим пока нет у меня кошки 5 секунд будет т.п. но я ты пахну с тебя в любом случае вот алсаганима у я вовремя хорошо минус коту художащий опыт что жду даже вот что даже хорош сейчас скади будет вид у нас падает до джаггер ломать скадим джаггер откуда 25 минут она с меня видимо стриг взял до джаггер даже меня в принципе по при перифармил получается посмотрите его слоты перифарм у него у меня тоже скади в принципе есть но немного я не дофармливаю получается он перифармил меня на джаггере перифармил еще плюс бай байкался он у него сколько смерти у него две смерти тем не менее он молодец хорошо вы форму чте есть скади он видите он тоже очень много моих союзников забирает я так не могу пуститься эта карта нет фарма файтингов именно то есть поэтому тут файтинге в приоритете джаггерналт выформил на этих файтингах очень много я так не смог вы форму так быстро кожа баналика подкинул ослепление снимаем все есть ходим он меня видит он меня будет душить тупо тут до конца в узко не дайте мне понял буду драться хорошо скади тоже есть давайте братцы помогайте больно опа нифига себе даю армлет включил 6 что за драки 2 5 байкнулся пульту не у меня да дай жить сколько я жил же с этим армлетом она 5 байкнулся и прибежал тупо по байбеку бегает парень его по байбеку но я не стану не над не такой мобильный я со скади вообще без мамы без ничего там коту очень много грязи делать котла надо убивать жесть но интересная катка такие файты прям джаггер бай байкается второй раз на второй раз он опять меня забирает по типам всех забирает он тем самым лавился поднимать должен такими мувами то есть я тоже так часто играю но я не такой мобильный сейчас у меня такая тема сейчас что если я вгрызаясь я должен дышить очень жестко дышать очень жестко кидаем ульту пиша кидая ульты смотри на него как он бегает по кругу там хилочка стоит правда он мог там нету жага кд джага калдаун имеет рошу рошу товар дети мы драки не тянем не хватает у нас есть у нас молодец у нас все остальные ребятки чет немножко пока не доигрывает чуть-чуть не доигрывает чуть-чуть совсем хорошо рулят есть можно поесть за короля мертвых говорится он там броши может быть уже на джаггере на своем не знаю что там умирает руб нету пилинг сприм спектрас это кто а какой-то какой-то клопверк непонятный мне надо походу за в армии помогите ваш пару и надо подойти рошана помогите мне взять все гигант без армии то буду его бить . многих по потеряю понял если помогу помогу если так но мне идет монолик вешать вес повесил бы на ли играться хорошо ульт пошел но вот толпа если будут меня бить конечно это не очень хилку разбить 1 лёрика лёрика джагу я не догоню и так а мобильный где путь вот он жирный иди сюда скади есть можно поесть хорошо их если бы рук там кнопочку нажал да хорош прям почти на вставочку котла главное убить тэшку овер герошу хорошо 2 500 у меня есть в принципе по золоту на топе много крипов джага зашел так у меня три тысячи три тысячи есть хорошо можно было бы сделать что-то типа сии чтобы бегать быстро и догонять джаггернаута но можно же и без и душить правильно и сейчас сделаем кирасу какую-нибудь я думаю меня там не смогут тянуть мкб кираса что-то типа такое но мне еще описал нужен был я долго буду бить так вещи нас примерно 20 секунд у нас пока клоп не ворвался очень плохо хорош что на нем все кнопки на руку хорошо есть армлет еще пропустили он на меня кинул я там смыв куда полетит она вижу хорошо я не вижу куда эти смывы летят от котла из этой карты 6 что произошло но душа забираем я смыв не видел но жить периарм летел там еще нормально хорошо имеем кто там чел в бм походу там какой-то трипл килл на вставочку сделал но жалко что не я но у меня тут нет варика щас пока что трипл килл и такие делать я чисто такая жесткая армада если от кого-то вгрызаясь то бегаем укушу жестком часа ей сам можно быть подушить хорошо наверно молнию сделаем блин молнии офигенный артефакт на абадона тупо вгрызаешь ту тук 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 можно кирасу сделать носки раз и у нас получается герой такой жесткий но урона я не вношу именно массово а хотелось бы просто как-то там поубивать и башер хочется очень сильно очень сильно хочется башер так 5000 есть до 5000 целом 5000 целом есть у нас кот лютый конечно да герочек бы взять на круто было бы но улица с эгисом пофарм очень кираса возьмем башер хотел бы взять и чтобы с джаггером конкурировать джаггером конкурировать но очень хочется молния получится молния дайгер носка не я сделал мкб еще нужно будет делать эти кирасу сделаем ребятам джаггер как-никак физуру он вносит и раз сделаем и скорость атаки и защиты хорошие джаггер фармин и сюда дорогой по монолит и сюда о хорош но одну тычку даете по шансов нету он понял vision будет даю а серьезной хорош все готово хорошо хорошо есть а я гамит а не кизать котла главное забрали щас депо не будет на них такого хорошо леорик не задавится сильверу и у леварика хорошо не забыть что себе от бэкстебом не включаются вот такую рейс думаю драка на вставочку будет сниму опа пошло дело делаем вот так вот погнала душить леорика короче ничего не может сделать парень ничего не может сделать жесть леорик ничего не может сделать рука не меня хорош давай джага души меня хорош отзвонил если вот этого пацана убью будет очень хорошо нет и убивает опа ты куда ты поделаешь я же на абадоне играем жизнь нормальным и сюда брат хорошо хорошо ой да ладно щи добыл кел это уже лишнее я делаю тут уже лишнее сейчас еще хук бы сколько ульт 3 секунды нормально ульт есть джим все я бы нормально задушили хорошо не хватает знаете чего башера не хватает чтоб я вгрызался прям и душил терекатка прям такая хорошая но на вставочку ничего не было вставочку молния конечно лучше заходит прям с молнией залетаешь и душишь душишь но тут можно в принципе сделать молнии башер сюда запихать можно еще так сделать можно еще так сделать у меня кстати у абадона шапочка новогодняя ребятки желаю вам тоже хорошо встретить новый год и носить такие же шапки как носит абадон тогда будет кайф мид сломали хорошо есть 4 600 у меня имеется молнию можно типа для пущего эффекта если я в грызу в грызусь это типа вообще такая скорость атаки лютая будет так у меня радик же есть можно фармить вот этим этими крипами хорошо опа джагов джага фарм потерял свой я перепармил уже хорошо вот так вот делаем там и эншентов колотит парень пойдет пойдет ждем так джага скади да будет еще что то делать можно сделать все таки молнию сейчас давайте молнию наверно сделаем и башер докупим вместо 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 нашего армлета ребята башер докупим с молнией конечно сейчас лютый дпс будет разбавлять будем magic и физикал дэмэдж хорошо по топу по низу можно пойти вообще рожь можно подождать еще одной своей команде отдать айгис сейчас с айгисом вообще много грязи сделали по самом-то деле молния хорошо молния есть я готов подраться хорошо есть красавчик очень радует в этой карте так джага на только у меня есть молния так у нас бил получился лютый прям лютый лютая двойка у нас получается под лаю к сожалению напряжен так он задувать будет еще travel сюда и abyssal 6000 7 8 тысяч золота еще надо 7000 получается ну и 11 получается плюс муншард да билд законченный будет жестия напихиваю нормально что он за пуджом бегает кто там опа его помогать котл не туда попал да и тут два еще две кормушки стоят ну-ка ребята уже ладно выскочил тут же нельзя выскакивать осуждаю если клок еще сейчас на хукшоте улетит вообще жесть пойдут обновить ну типа не знаю если вот сюда делаешь что не перескакивает а туда по ходу можно да получается он падает у них ну такое на вставочка ничего нету ребят 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 кстати если сикер на меня повесит кнопку типа это вообще жесткая жесткая вещь будет на самом деле я забегаю в драку на большом эмейсе под молниями там просто взрывы взрывы овации бурные аплодисменты это же принц артас только он какой-то странный стал жесть теорика 14 я перефармил хорошо сделаем муншард наверно потом башер просто продадим армлет муншарда возьмем скорость атаке лютая олс ддшка идет ну давай подеремся то кого башера не хватает да только давай ульт на ульт хорош а у меня ульты нету кстати гг могу умереть у меня еще монолик уходим беремся есть поможет хорошо на развороте есть кнопки жалко нету и чтобы увидеть так у меня есть хорошо там сейчас котла поймать что и сюда дорогой похилиться хорош нормально го сделаем сделаем сейчас этот шарт продадим армлет будем очень быстро лупить башера не хватает конечно да в таком билде а ваш рвот вместо спокойного армлетом продаем вот эту тему раз два лерик будет вылазить тут вылазить плохо и что ребята там ломать собрались да но у меня немного хп кстати на драку но можно ребятам там подойти задушить я думаю второй второй топчик у нас получается у нас вот такой билд и не хватает нам обисала жесть за 6000 конечно же жесть сейчас буду бить посмотрите на это бешеного абадона тук 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 пошло дело жесть гг ёлка падает ребятки но на этом думаю каточка ребятки закончена гайд у нас на абадончика вот такой вот жесткий получился жесткий гайд на абадона эх жалко опять встать не буду стоять гайд на абадона вот такой вот у нас лютый получился ребят обязательно оставьте свое мнение какая катка вам понравилась больше но не знаю на самом деле у меня закрыл гг конечно хорошо какая катка вам понравилась больше какую катку вам было приятнее смотреть либо четверку либо керри жалко что ничего на вставочку нету не знаю что я буду на вставочку лепить но это такое на этом наверное гайд у нас ребятки закончен в принципе керри катка удалась тоже задушили мы могли еще проиграть все лайны были слиты ну и в целом это все ребят спасибо всем кто подписан на меня кто посмотрел этот гайд обязательно оставьте мнение какая катка зашла больше где потрепала нервишечки конечно тут или может в прошлой каточке ну и в принципе все с вами был ксанас ребятки всем до скорого гг так ребята загрузилась у нас некстовая каточка решил я еще одну каточку сделать для тех кто не ушел еще так как гайд уже закончился оделая синюю шапку это значит что я снегурочка и конечно же хочется сейчас запилить что-нибудь интересное тоже какой-нибудь какой-нибудь блин как же хочется там какую-нибудь керри катку прикольно что можно было прям нарезать чтобы было интересно начать ну может качели еще какие-нибудь чтобы были посмотрим очень хочется интересную игру пикнем сейчас абадоны и пойдем в центральную не знаю я что-то пристрастился играть на абадоне через армлет так знаете ну прикольно в принципе армлет не сильно как бы заходит люто ему так чтобы прям вообще жесть но тем не менее нормально вроде пойдет о я смотрю там есть гирич можно будет сделать б м чик против гиролета бм это вообще смерть тупо гирич отлетает тупо отлетает сейчас будем качаться гибридно я очень хочу покачаться гибридно попробовать через 1 2 покачаться там прост вор на разочек буквально чтобы м с чисто нам давала и все что было все в двор в норме в каком таком балансе для хаос на рандоме нормально оставляет против хаоса будем драться но молнию придется собирать да хаос кстати может пробить наш ультимейт просто своим критом очень сильно сколько раз видела абадона мало армора у него там два армора всего и если хаос ударяет нормально так то гг гг то гг если он ударяет нормально только гг мы пойдем другую линию пофармим бит мы уже ходили сегодня пойдем на единичку встанем просто будем колотить крипов колотить крипов будем будет хорошо хорошо стараемся выформить а еще и секера туда же сейчас будет походу интересная катка надо эти фармить и димит на секере d9 тел d9 тел это просто и понятно чипукса не среди цены так ныру бы взяли ныру кстати плотненькая тему прочь нас такая жесткая так ребята это туда куда-то пошел с пассивкой а на секере флеймовский чел какой-то прям на флеймил сразу только катка началась сразу флейм пошел тупо катка только начинается и флейм пошел так будем раскачиваться возьмем короче инкрес где-то но фростмор возьмем двоечку где-то и будем через первый второй раскачиваться почему нет почему нет чтобы не только бить с руки так но победа уже у нас в кармане ребят судя по тому какая у нас команда веселая веселая команда жесть щиток возьмем где-то на 140 и дескойл закачаем ребятки себе дескойл то есть можно найти такой баланс то среди 150 хп типа дамажит до 150 хп himself он тащить сразу будет летать если он будет второго уровня независимо сколько дамаги влетела плохо и на станом не попал на курсу брал радует все понял ладно так чё там он взял нулик наверно классика классика нулик ладно ну курочка возьмем и сейчас хорошо на рубом кстати не очень так будет стоять потому что он на руб сам по себе такой герой с которым стоять вообще никогда не весело скучненький персонаж будет монобиор не так возьмем вот так вот делаем сразу просто морн берем чтоб чуть поживее бить через первый второй будем молодец какой она руби хорошо через что будем тут качаться я пока не знаю еще не придумал пока еще не придумал что там за пик там хаос модно значит отменяется если честно хотелось бы старую мета такую поиграть на абадоне знаете через модность но там хаос хаос просто одним гридом меня положить можно тем более под матусом это вообще же жесть заблочивает своим телом гриба хорошо 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 побьем чуть-чуть хорошо 33 тычки даем хороший сбил вообще жесткая вещь этот щит на самом деле так если подумать прикиньте насколько он крутой этот щит то есть он впитывает урон еще и дамажит потом тупо реально ну или на можно через ботал сыграть до чисто хорос кстати почему бы и нет давайте запушим линию пусть крипы засуицидятся оптавр хорошо дескайл раскачали 3 стико пацана 3 стико хорош можно на счет щиток на крипчика кидать под ласт хит его эти ботал возьмем и стик пригодится хорошо 103 маны там он не станет чем сможет откинуть но при парам кстати тут идет 70 крипов можно сделать при фарм хорошо так дескайл есть в тройку дескайл в тройку хорошо 200 одна тычка если одну тычку дать либо щит тычка можно задушить бы этого ляша делает извращенец и чем она нет вообще их не добил контроль потерял на другу побежал для 3 тычки даже целых дала таверная основа может искала ему просто пинать и все и дачи 1 2 и все то есть можно так то есть я на самом деле на абадоне не часто задрачиваю то есть знаю дефолтные просто могу на нем просто берешь накидываешь все типа душишь можно немножко по-другому играть будем сейчас просто в юзать 1 2 1 2 поехала ляча делает мануса сетбеги просто хотя отойдем щит кидаем хорошо все равно достала осуждаем спокойно прям имба имба патча хорошо солгистан такой серьезно не успею перехилиться да ладно вообще жесть это если честно вот я сколько играю на абадоне я еще ни разу нормально мид не выигрывал так чтобы прям вот жестко задушить и прямо в доминации такой быть ни разу еще такого не было вот в основном всегда вот такая убиваешь на размениваешься под тэшкой очень странно что сейчас меня из стана не вывел ультимейт но видимо как-то наложилось так что я был уже в стане после они уже сработал или тогда блин сколько крипов на миду посмотрите прогуливаю у нас одна серна на рука выиграли вроде да поиграли чуть-чуть с дескойла не хватило дамаги надо его спамить они еще свин волка нет кстати волка нету хорошо пойдет пойдем на руну алина забрала да лина забрала зачем-то было важно а здесь внизу оставит хорошо с вами там леса колотит как интересно будет он и руб там пошел бушевать так 37 крипов это хорошо или это плохо спросите вы это очень даже хорошо не люблю когда щит вот так вот подруинивает хорошо просто можно двойку просто двойку на коне так сказать можно бм чик сделать кстати бм чик сделать хорошо хорошо отлично чё на 5 ракету поставлю господи неугомонный на верте на верте тэшка злится ох уж этот гиролиот жесть давайте сделаем так и робу возьмем сейчас руну возьмем бм сделаем ферстом в любом случае чё там по команде 0 2 0 0 2 2 вообще жесть посмотри помойка вообще там помойка ты помойка нет ты помойка нет ты помойка там дерутся пацаны уже за зайдет за бомжатский причинал так 70 маны у верта ну мне как обычно на активку не везет активок нету бежали душить ооо это наш клиент по идее да есть ох как много продамажил хорошо фри фраг просто просто фри 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 теперь с тобой сделаем бм тут гирыча пассивный урон ну в смысле как пассивный урон пассивный дамаг опа хорошо отлично ребята внизу там душат пацана на гирыча на гирыча сикер только 3-0 ровно молодец хорошо пол лица тоже пойдет правильно с таким фармом можно было радик делать да в принципе я бм сделаю ферстон бм ферстон куда лучше будет я считаю регу заюзаем хорошо на низу суета хорош еще рега висит лох с заюзом на низу прям овер люто чё-то ребята дерутся так ну почти есть бродс ворд пм чик это делаем это делаем хорошо хорошо бродс ворд отлично рунка отлично на 2x часа чувства ко мне придут так щит 170 смягчений смягчения урона 170 урона впитывания вернее это не смягчение это впитывание надо запоминать впитывание все просто звучит так будем размениваться вот так вот нормально всю ману правда приходится его спамить а может он тоже меня спамит на всю ману хорошо а побьем немножко его карпасе так ага чейнмейл есть уже да по намаза отойдем крипчика одного убьем в лесу чейнмейл тпшечка и пойдем подеремся с ребятами дескойл у меня раскачан мс охватает в принципе крипок мину сделали как обычно если ультимейт у тебя в лесу соло не включится это значит что ты не на абадоне играешь по факту все убегаем отсюда сэмит сэмит так есть бм фирстон сэмит ну поздновато да скажут ребята мид но типа надо вард просто на руне поставить туда ребятки не сдохли тут тоже моя как бы вина есть он из можете вард ночь на руне будет легче видеть передвижение руб ору нам будет побежал напишем ребятам ну вот вот так есть так есть хорошо сейчас пойдем душить 50 урона есть погнали о подарочек не забывайте ребят забирать подарки я честно забываю часто так так гоу на низ ну хаос убежал просто хаос убежал ага вон он с такими хп бежит жесть успевает на базу на тп сделать хорошо гоу спину снайпер да да все уходим жесть это поливает на рук меня сюда нормально 2 800 есть ходим все герои забирает пойдет секерт дыхай да хорошо так пояснили парни сеггера сейчас поллица отлетит а вот задиспелить щит house молодец устану еще 200 дагона мне еще печалька но слишком много на миду слишком много ряда ладно когда-то я должен был сфилить это должен был сфилить печалька не видел дать ли пусть старый уже так хорошо пока фарминг отка будет интересно ребят какой-то интересное house раз фижины будет там я сейчас фиданул добавил знаю радик очень хочется сделать на нем не хватает мобильности все равно герою немного и он такой знаете агрессивный оба дончик не хватает сразу мобильности будет на руку мозги делать рук мозги делают так пару не house идет house оба убить было бы хорошо house убить еще было бы круто 800 есть на кармане радиенс хочу все равно сделать через радиенс еще пока этого героя качать через ради прям пупка тем более 3000 есть надо с ребятами драться по кд ультимейт вообще желательно пока дай ульты драться подарочек подарочек чисто подарок судьбы дорог судьбы наруга я в принципе перри фарма у меня 13 у него 11 до сих пор house успевает кидать хорош хотя бы так я конечно не успею видимо хотя бы дескойла дать ему хорошо три секунды классика опача оба уходит на т.п. похилим варлока хорошо опа вон арону сбегаем быстренько там у нас мид снайпер пушит поста отличная руна наконец-то хоть какая-то активка какая-то активка но я нами твои лучше о ее и они понесли они с лучше оперующих и почек типа такой ситуации из что он может сделать погирать они герыча тоже убиваю идея привет и видишь меня что ли и меня не видишь что ли хорошо отлично блин не дают города дают доктора хорошо нормально 5000 есть это радик ребят на 20 будет нормально бм радик хорошо аккуратненько будем подпиливать чё-то еще на вставочку сделать надо бы по красоте сейчас этих крипов заколотим оба дуна хоть и скорость атаки знаете но она такая средненькая но все равно маленькая очень маленькая так один вардик кто-то тащит себя хорошо есть давайте я себе радик заберу уже радик себе заберу и курочку рию за даггерок наверно купим давайте выйдем в акторе на выбил потому что это тоже пушка вы посмотрите даггер акторин молния даггер акторин молния на этом билде это прикольно помогать хорошо есть кнопки если что свой ночь из подхилить на не успеваю да хорошо один есть брат на хаосе хаосе брательник стой хорошо дабыл килл отлично дабыл тем дабыл килл папа опа но это почти три полки хорошо жесть ребята в карте конечно агрессивны давайте дагер купим с даггером должны делать фишки у нас есть дескайл можно с колом под видеть немного пацанов поддэфить по атаковать бм еще до кучи шандарахнул просто 6 с венус на низу эти на базу сходим дагерочек берем и погнали жадно так этот фармин на самом деле своим там переживает видели кликает типа ты чё мой фарм забираешь я же и не нафармлю тебя абадон уже 6 слотовый почти брат это радоваться 6 слотовый до 6 слотово далеко конечно ничем так хочу подраться хочу по стиле трипл килл минимум минимум ребята ультра килл трипл килл там мега килл умереть он на виду дерутся стопа был хорошо эх печалька есть даем кстати даем и хаос еще с хаосом дела плохи тупой с хаосом нельзя с хаосом нельзя не хватает немного урона да все равно скорость атаки не хватает хаос будет конечно же душить самом деле хаос-то хаос стану его неприятен очень будет умеет согласен так есть лично это кстати хаос носит свой крипа тупо специально чтобы ну знаете под души что ли так это ты стану не выпускать что ли забавно парень делает так 19 левел есть хорошо то самое чувство когда левел растет непропорционально денежкам вернее денежки непропорционально левел или как это будет правильно короче нифига не растет денежки растет левел опа хорош а потом следующий руку спине до надеюсь не пробьет с душу хорошо витский цуск и ну так не пойду уже о ей как жесткий ныру там зевс поливает еще мне нужно как-то так прыгнуть чтобы снайпера и зевса убить я бы без ульты я не пойду октарин против ныру бы кстати не очень зайдет молнию сделаем просто с молнией будем души час 2800 уже молния в принципе есть не апнутая обычная молния слабенькая молния есть уже чтобы чисто и все чуть-чуть и задушила на базу он не стики продадим молнию хорошо сейчас покажем жесткого абаддона которого я еще не собирал тут так в катках целом хорошо отлично у меня еще один слот будет вместо бм а то есть у нас получается октарин тут остается октарин еще молния опнутая и можно быть обисова наверное сделать если катка сильно затянется она может затянуться там ныруб душит у него аганин кстати у ныруба это плохо плохо чем спросите вы плохо тем что у нас нечем доставать его детекшн нужно будет детекшн нужно будет тогда будем ждать когда ныруб нападет будем прыгать за спину оппонентом убивать там зевсов так вот такую вот мелочь всякую такую мелочь будем убивать дальше будем фокусить все остальное . руб под ногами торчит торчит кинул house так отойти отойти подойти все ману высосал это жестко а вот лететь кстати тут хорош умру тут или нет на ставочку что ли надеюсь хаоса тут не будет хорошо жесть ну на ставочку прям хорошая трипла тепла хорошая была божественная легкость надеюсь ульт не включится как он любит это делать на руба надо что-то хорошо опять включился сам вот это подбешивает тема тупо сам включается сам включается на руб жесть как сосирует отвратительно маны вообще нету лимпа наверное сделают него дополнительно так мне нужен гиперстоун хорошо погнали на топ так вот делаем молния есть есть хорошо хорошо так с венус с венус актарин сделаем сейчас потом будем линку вместо бм и делать ребят актарин потом линку вместо бм ну жестко наказываем сейчас но там на руб тушит тушит на руку я хаоса боюсь из всех и вот этих оппонентов я боюсь только хаоса и все только хаоса боюсь и все хаоса только боюсь и все хаоса только боюсь ребятам плохо руб с карабасами неприятная цель вообще для меня еще жесть хорошо 6 просто прыгнул за душе молнии там вылетали 2 сработал первый закинул много дома не но там вверх голы по сути хорошо у нас ребята обидчивые все команде свой на вообще что там непорядок с головой он кликает всегда вдруг что сделать нужно всегда кликает ибо нет рожь это мое это на новый год не бери блин там еще лотар делается чем дальше тем тяжелее будет дальше тем тяжелее ладно запармливаем этих типов типов а у сорчит конечно это интересно очень интересно а у сорчит так очень интересно от лист горошаду заберем да и поштык думаем опа опа хорошо опа есть отлично 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 чаще снайпера кстати могу убить прыгнуть на три блог правильно или нет и уже не достану хаос душат пацаны душат пацаны душат пацаны эх сарана таки возбудил ультимайт мой отойдем есть акторин хорошо надо пойти забрать просто но мне некуда уже рошана вложить давайте значит пойдем дофармить да я хочу туда пойти пацаны не мешайте не мешай дайте зафармить дайте зафармить хорошо 1600 еще косарик остается на руба кстати нормально саппорты молодцы хорошо отыгрывают отлично отлично так 2000 отлично имеем мои любимые 2200 отлично с акторином просто можно будет прям понаглее играть снайпер лотар имеет это плохо курочку магазин газик 2 курочки хорошо заработал честно заработанный курьер серьезно так есть акторин такой бил получается у нас на данный момент очень кстати мощный билд тем что мы очень 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 быстро все к дэшам очень быстро все к дэшам и очень мощно можем душить так и речь и речь будет 1 пострадает наших рук нет хорошо лол я не снял что листом хорошо закидываем щит себе джи джи зевсовой снайпера заберу хорошо эх друг живой до закопался но типа тот шансов нет его чарли бы ему сделать тяжело тучу будет сделать ему хорошо дыру по 650 сосирует меня 6 люто но мид снесен нормально жестко душится хорошо на руб конечно жесткий на него фокус надо просто и все нету у меня ман и друг хорошо и и будем драться тут как мужчины просто деремся с руки и бм ждем 4 секунды жесть оригин есть кстати нормально она отойдет о нормально хорошо а теперь прижим со всех ног чайка этим отлично пойдем за регеном у него у него ботал я так за регеном тебя хорошо спасибо вот так скажем ребят ребят давайте вместо бм и сделаем линку сделаем линку линку будет намного лучше будем жирнее будем еще отражать линке нить линке нить пм продадим в принципе не сильно помогает молния очень сильно помогает ребята на топе дерутся свой пока башки убегает хорошо продаем и бежим туда хорошо хорошо такой билд у нас немного получается но остается муншард взять шарт кирыч с глимером там все по глимеру купили ля голема кидает ля галяма кидает ля гем я понял хорошо хорошо а можно пушить да идут браконьеры буду прыгать я помогу если что с гостом хорошо опять карапас нажал хорошо ну бодро держится недостаточно чтобы прям опа хорошо минус 600 маны все пошло линков кд ну топ сломали изи не слину ломает отлично но против одного ныру вода получается play хорошо жесть он ману конечно срезает ну вейл подошел бы это очень хорошо жесть пинать начинают у него что там октарин да у него по-моему октарин очень жестко душат прикиньте какой дизайбл да мне тут никто не поможет жесть вот что такое ныруб с октарином ну я в принципе на гайде играл так же жесть какой дизайбл да хорош зрели молодец просто нет шанса что-либо сделать гигей ребят вот такая вот катка у нас пятая получилась прям на абадоне прикольный такой абадон прикольный такой абадон кстати у нас получил с тем что быстро все к дешится быстро душатся не знаю но это такая пятая бонусная катка вам будет чтобы вы не скучали и принципе на этом гайдник стопроцентно уже заканчиваем заканчиваем не знаю что это вот так вот напишем хорошо так 3000 золота есть да хорошо нет я абадоном таком я так напишу пойдет на вставочку трипл пил на вставочку имеется у нас тут рампачке не дали если ты это он а он это ты то кто я если ты это он то кто ты а кто я то я 500 500 рублей рублей залей каточка горит на youtube так гоу ой зачем продавать если можно разобрать продаем он и руб молодец он там один единственный кто что-то пытался делать погнали очень сильно дизай блядный руб такой герой такой герой толпа щас задушила попасть и хорошо но есть magical magical дамаг еще ля видели как он среди как он хилится это жесть еле еле его пробивает но это такой герой ребятки не забывайте что гайд на ну барака тоже есть и вы можете посмотреть насколько он жесткий с аганимом этот на руб ну или он очень много тут на руб делал но не повезло немножко все равно под задушили мы ребят вот такой вот еще билд у нас получился крайне такой получается через акторин даггер линку но можно было собрать еще муншард доделать вот сюда бисовы принципе задушить целом не знаю гайд мне если честно не очень сильно понравился в исполнении но надеюсь вам хоть чуть-чуть он понравится спасибо всем кто смотрит ребятки от души каждому всех с наступающим и до скорого